Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Жуков Георгий Константинович. Годы жизни. 1 декабря 1896-го. 18 июля 1974-го. Маршал Советского Союза. Георгий Константинович Жуков родился 1 декабря 1896-го года в деревне Стрелковке у Годско-Заводского района Калужской губернии. Незадолго до начала Первой мировой войны Георгий Жуков приехал в Москву и поступил на работу в скорняжную мастерскую. В разгар войны в 1915 году он был призван на военную службу и зачислен рядовым Драгунского полка. За храбрость в боях Жуков был награжден двумя георгиевскими крестами и произведен в унтер-офицеры. После создания Красной армии он добровольно вступил в ее ряды и участвовал в боях против войск Деникина и отрядов восставших крестьян на Тамбовщине. До конца жизни Жуков гордился своим первым орденом Красного Знамени, полученным при усмирении крестьянского волнения. В годы Гражданской войны Жуков прошел путь от командира кавалерийского взвода до командира эскадрона. В 1919 году он вступил в ряды партии большевиков. В 1923 году Жуков становится командиром кавалерийского полка, а затем и кавалерийской бригады. В 1924 году он был послан на учебу в Ленинград, в недавно созданную высшую кавалерийскую школу. Впоследствии маршал Советского Союза Баграмян вспоминал «Георгий Константинович Жуков среди слушателей нашей группы считался одним из наиболее способных. Он уже тогда отличался не только ярко выраженными волевыми качествами, но и особой оригинальностью мышления. На занятиях по тактике конницы Жуков не раз удивлял нас какой-нибудь неожиданностью. Его решения всегда вызывали наибольшие споры, и он обычно с большой логичностью умел отстаивать свои взгляды. Военное образование Жуков завершил на курсах высшего начсостава при Академии имени Фрунзе, который он окончил в 1930 году. В первой половине 1930-х годов Жуков командовал дивизией и корпусом. В эти же годы он заслужил доверие Наркома обороны Ворошилова и был награжден Орденом Ленина. 1 июня 1939 года заместитель командующего Белорусским военным округом Камдив Жуков был вызван в Москву к Наркому обороны. Ворошилов сообщил Жукову, что он назначается командующим 1-й армейской группой советских войск в Монголии. Войска находились там по просьбе правительства Чайбалсана для защиты Монголии от посягательства Японии. Еще 1 июня со стороны Советского Союза было официально объявлено о том, что границу Монгольской Народной Республики мы будем защищать как свою собственную. Суть советской дальневосточной политики заключалась в сдерживании старого противника на дальних рубежах в районе реки Халкингоу. Впервые Жукову были предоставлены неограниченные полномочия при ведении боевых действий. Вместе с Жуковым в Монголию прибыла и группа служителей военных академий. Их он намеревался использовать в качестве своеобразного резерва для замещения командиров, не исправлявшихся со своими задачами. На Халкинголе Жуков испробовал и другую форму воздействия на подчиненных, впоследствии ставшую традиционной – расстрелы за невыполнение приказов. Такими методами он в кратчайший срок не только навел дисциплину в армейской группе, но и воспитал офицеров, которым потом мог доверять любое дело. По-жуковски они были решительны, тверды и могли действовать даже в самых чрезвычайных обстоятельствах. За такой же короткий срок Жуков сумел разработать и план своей первой самостоятельной операции. Незадолго до ее начала он обратился к Сталину с предложением первым перейти в наступление и получил на это согласие. Наступление готовилось в строжайшей тайне, и никто из подчиненных Жукова не имел представления об общем замысле командующего. Красноармейцы и большая часть офицеров готовились к обороне, не представляя, что их ждет переход на территорию противника. Жуков задумал окружение 6-й японской армии. Войскам центра предстояло сдерживать японские войска, а ударным фланговым группировкам, не ввязываясь в затяжные бои, обойти очаги сопротивления и сомкнуться в тылу противника. При подготовке операции Жуков учитывал малейшие детали. Полевые аэродромы были вынесены далеко вперед, что позволяло не только экономить топливо, но и в кратчайший срок нагружаться боеприпасами. Ближе к передовой были вынесены базы снабжения и полевые госпитали, что также позволяло экономить время при ведении боевых действий. В ходе подготовки наступления Жуков запретил пользоваться радиосвязью. Связь осуществлялась по проводам специальными позывными. Наступление началось 15 августа 1939 года. В 5 часов 45 минут началась авиационная и артиллерийская подготовка, а затем наступление танковых группировок. В ходе наступления оборона противника была прорвана, и уже через трое суток японские войска были окружены и разгромлены. Победу на Холхенголе можно назвать и предтечей Блицкрига, и предтечей Сталинграда. Эта победа принесла Жукову славу, но она же в определенной степени явилась причиной его будущих неудач в предстоявшей войне с Германией. Но, во всяком случае, это была первая победа Красной Армии после конфликта на КВЖД в 1929 году. Жуков получил за нее звание Герой Советского Союза, производство в генералы армии и назначение на пост командующего Киевским особым военным округом, самым мощным округом Советского Союза. Ко времени возвращения Жукова из Монголии относится и его личное знакомство со Сталином. В 1940 году новый командующий получил первое поручение вождя подготовить для политбюро доклад на тему «Характер современной наступательной операции». Становилось очевидным, что, несмотря на заключенный пакт Молотова-Риббентропа и договор о дружбе и границе, именно Германия станет будущим противником СССР в новой войне. 24 декабря Жуков, наконец, выступил с подготовленным докладом. В основу доклада были заложены итоги победы на Халхинголе, перенесенные на Западный театр военных действий, а также уроки разгрома Польши и Франции германскими войсками. Жуков настаивал на том, что первый удар, нанесенный по противнику, должен быть такой силы, чтобы после него оказались выведенными из строя от трети до половины всех его войск. В эти же дни была проведена военная игра, которая фактически проверяла готовность к наступлению на Германию. Восточными руководил командующий Западным округом генерал-полковник танковых войск Павлов. Эти войска представляли Красную армию и должны были наносить удар по Восточной Пруссии. Западными, то есть условно-немецкими войсками, командовал Жуков. По замыслу игры, силы Западных значительно уступали силам Восточных, как и предполагалось по планам настоящего наступления. Вначале успех развивался в пользу Восточных, которые внезапно прорывали фронт Западных и окружали их. Но после переброски дополнительных войск из резерва прорыв Восточных был остановлен, а после нанесения им удара во фланг войска обеих сторон переходили к обороне. Тогда начальник генерального штаба предложил при сохранении численности сторон начать игру заново, передав инициативу нанесения первого удара Западным. Поскольку Восточные готовились лишь наступать, они вынуждены были перейти к жесткой обороне и вскоре угодили в окружение на севере и в центре. Сталину доложили о результатах игры, и он вызвал к себе для разбора всех ее участников. 12 января 1941 года Сталин объявил Жукову, что он назначается начальником генерального штаба. На этом ранее настаивал Тимошенко, нуждавшийся в поддержке человека, который мог стать его правой рукой в подготовке к предстоящей войне. Сам Жуков не был готов к назначению на эту должность, о чем не замедлил сказать самому Сталину. Но тот ответил, что так решило Политбюро. Как показали будущие события, Жуков действительно оказался неспособен к роли начальника генерального штаба. Уже в начале февраля 1941 года Тимошенко и Жуков предложили Сталину полностью перевести страну на военные рельсы. Преобразовать округа во фронты, сформировать фронтовые штабы, начать развертывание войск с призывом в них 800 тысяч человек. Промышленность также должна была увеличить выпуск военной продукции. Но Сталин опасался, что немецкая разведка быстро вскроет начавшуюся мобилизацию, и это, в свою очередь, позволит Гитлеру нанести первый удар. И он отверг предложение Наркома обороны и начальника генерального штаба. Сталин надеялся воспользоваться подобным предложением лишь тогда, когда германские войска окончательно увязнут в войне с Англией. В это же время Жуков попытался через разведку и НКВД добиться возможности ввода советских войск в Болгарию и Югославию. На первом этапе ему сопутствовал успех. Такое предложение поддержали высшие чины обоих государств. Но вскоре Болгария присоединилась к Тройственному пакту, а Югославия была оккупирована немецкими войсками. В конце марта Жуков предпринял интенсивные попытки ускорить пополнение Красной Армии. Был ускорен выпуск из школ военных пилотов, сократившийся в мирное время до девяти месяцев, в военные до шести, а общий налет для курсанта равнялся теперь суткам. Это вызвал рост аварийности в авиации и недовольство командующего ВВС Рычагова. Авиация ПВО была сосредоточена у западной границы, в результате чего многие города Советского Союза оказались без надлежащей защиты от воздушного нападения. Жуков попытался заставить и наркома флота, адмирала Кузнецова, перевести морские училища на двухгодичный и одногодичный срок обучения вместо пятилетнего, а также сделать всех старшин офицерами. Однако натолкнулся в этом на сопротивление наркома. Сталину импонировал Жуков, настойчиво выдвигавший идеи скорейшей мобилизации Красной Армии, и ему с трудом удавалось сдерживать его инициативу, вредящую пока общему замыслу вождя. Фактически Жуков превращал Генеральный штаб во второй наркомат обороны, главной задачей которого являлось распределение войск и техники на различные направления. Сам же начальник Генерального штаба по-прежнему видел свою задачу в организации предстоящего наступления. По его плану, ударные группировки сосредотачивались на Львовском и Белостокском выступах. Здесь же находились аэродромы, стратегические запасы и госпитали. Главный удар наносился из Львовского выступа, поскольку именно он позволил бы вывести войска в промышленные районы Силезии и отрезать Германию от их нефтяных запасов, а также и от их союзников по Тройственному пакту. Войскам в Прибалтике ставились ограниченные задачи. Уверенные в предстоящем успехе наступления, Тимошенко и Жуков игнорировали сведения военной разведки о скрытом сосредоточении новых немецких войск на западной границе. Уже с февраля 1941 года началась скрытая переброска войск вермахта на линию Радум-Варшава. Соединения передвигались ночными маршами, а штабы размещались в расположении старых мест дислокации. К концу мая на границе было сосредоточено около 170 дивизий. Разведка докладывала, что войска, ранее сосредоточенные на побережье против Англии, куда-то увозят в эшелонах. 18 июня на участках границы началось разминирование линий проходов, а затем и выдвижение войск в приграничную зону. 21 июня Жуков все же добился разрешения Политбюро развернуть в Тернополе штаб Южного фронта во главе с генералом армии Тюленевым и своего назначения координировать действия Юго-Западного и Южного фронтов. Вылететь в Тернополь Жуков должен был на следующий день. Следующим днем стало 22 июня. В ночь на 22 июня всем сотрудникам генерального штаба было приказано оставаться на своих рабочих местах. Сам Жуков находился в служебном кабинете Наркома обороны. Уже в три часа он стал получать сообщения от командующих округами и флотами о налетах вражеской авиации. Он спешно соединился со Сталином и доложил ему о нападении противника. В ответ Сталин приказал Жукову и Тимошенко немедленно прибыть в Кремль. Там он услышал слова Наркома иностранных дел Молотова о том, что германское правительство объявило нам войну. На следующий день, после начала немецкого наступления, Жуков, как это и предполагалось ранее, вылетел на юго-западное направление. Он должен был помочь командующему фронтом Керпоносу организовать проведение контрудара по наступающим войскам противника. Контрудар был нанесен, но немецкие войска остановить не удалось, и Жуков вскоре вернулся в Москву, где доложил Сталину об отступлении советских войск в район Минска и Киева. Эти города ни в коем случае нельзя было сдавать. Напротив, они должны были стать опорными пунктами для проведения нового контрудара. Становилось очевидным, что танковые клинья немцев, уже зажавших в кольцо огромную массу советских войск на Львовском и Белостокском выступах, уже не станут останавливаться для их уничтожения, а будут продолжать стремительно двигаться вперед. Им уже удалось захватить огромные запасы горючего в беспорядке складированного вдоль дорог и предназначенного для предполагавшегося ранее советского наступления. Огромная масса техники Красной Армии выходила из строя. Колонны красноармейцев в пешем порядке отступали вглубь страны. 28 июня пал Минск, в районе которого была окружена значительная группа советских войск. Прибегать к репрессиям в отношении Наркома обороны и начальника генерального штаба Сталин не стал, но уже на следующий день, 30 июня, Тимошенко был послан командовать Западным фронтом вместо арестованного за поражение генерала Павлова. Верховное командование Красной Армии перешло к Сталину, который стал верховным главнокомандующим. 10 июля началось Смоленское сражение, разгоревшегося на фронте в 650 километров. Еще раньше, 7 июля, началась битва за Киев, куда устремились германские войска группы армий Юг. И на Западе, и на Юге удалось замедлить продвижение войск противника, а затем заставить его перейти к обороне. Советским войскам было приказано не отступать ни шагу назад и в плен не сдаваться. Как начальник генерального штаба Жуков подписал приказ номер 270, который говорил о расстрелах за сдачу в плен или за самовольный уход с позиций. Но и сам он понимал необходимость более гибкого руководства войсками и в конце августа доложил Сталину о необходимости отвезти большую часть войск Юго-Западного фронта за Днепр. Жуков говорил об опасности ее полного окружения немецкими танковыми группами, а также о необходимости организовать контрудар на Ельнинском направлении, где в ходе Смоленского сражения образовался выступ, который командование группы армий «Центр» могло использовать для наступления на Москву. На вопрос Сталина, что же будет с Киевом в случае отвода войск, Жуков определенно ответил «Придется оставить». Сталин вспылил, обругал Жукова, тот потребовал своей отставки с поста начальника генерального штаба. Верховный объявил, что может обойтись и без него, и пусть теперь Жуков сам едет под Ельню и решает там вопрос, который сам поставил. На следующий день Жуков отбыл в район Ельни, где вступил в командование войсками резервного фронта. Их основу составляла 24-я армия генерала Ракутина, но фактическое командование стал осуществлять сам Жуков. 30 августа он начал операцию по ликвидации выступа. Одновременно в районе Смоленска и Рославля были нанесены мощные контрудары по войскам группы армии «Центр». Все это вынудило немецкое командование начать постепенный отвод своих войск с Ельнинского выступа. И 3 сентября советские войска вступили в город. Нескольким отличившимся дивизиям было присвоено звание гвардейских, впервые в истории Красной армии. Сразу же после окончания операции Жуков был вызван к Сталину, который объявил ему, что назначенный командующим Ленинградским фронтом маршал Ворошилов не справляется со своими обязанностями, и потому Жукову необходимо вылететь в Ленинград и принять срочные меры по предотвращению его сдачи немцам. Жуков не мог знать, что почти одновременно с его прилетом в Ленинград Гитлер подписал директиву о блокаде города, но не о его штурме. Этого требовала изменившаяся обстановка на центральном направлении, где войска группы армий «Центр» начинали новое наступление на Москву. Часть войск группы армий «Север», прежде всего танковые и моторизованные, поворачивались с севера на запад для участия в новом наступлении. 15 сентября командование группы «Север» предприняло последнюю попытку взять Ленинград и ударом на стыке двух армий захватило город Пушкин. Жуков пошел на крайние меры. Снял войска с Карельского перешейка, действовавшие против финнов. Поставил в тылу своих частей заградительные отряды из войск НКВД, которым приказал расстреливать любого, кто посмеет оставить позиции. Стал формировать бригады из заводских рабочих. Таким образом ему удалось остановить продвижение немецких войск. 5 октября Сталин вызвал его в Москву. Жуков прибыл к больному гриппам Сталину, и тот сообщил ему об окруженных советских войсках в районе Вязьмы и о том, что все подходы к Москве открыты. Особенно тревожная обстановка сложилась на Можайском направлении. Сталин не был уверен, что Москву удастся удержать, и теперь предлагал Жукову возглавить оборону города в качестве командующего войсками Западного фронта. Жуков предложил стянуть все имеющиеся силы на Можайскую линию обороны, закрыв образовавшуюся брешь любыми силами – курсантами военных училищ, частями НКВД, дружинами народного ополчения. Такая оборона будет носить временный характер до прибытия на фронт войск из Сибири и Дальнего Востока. Позади Можайской линии должны быть сооружены и другие линии обороны, в том числе и в самой Москве, если придется отходить и туда. Упорные сопротивления советских войск, жесткие меры, предпринимаемые Жуковым и самим Сталином по организации обороны столицы, принесли свои плоды. Наступление противника захлебнулось. Между тем из Сибири и Дальнего Востока прибывали все новые войска, сходу вступавшие в сражения, а в тылу формировались ударные армии, предназначавшиеся для будущего контрнаступления. Сталин пока не давал этих армий Жукову, поскольку не был уверен, что противник окончательно выдохся. Но получая все больше сведений о том, что противник оказался в заснеженных подмосковных полях, в летнем обмундировании, и что сотни немецких машин не могут выбраться из размытых дорог, он наконец понял, что германский блицкрик не состоялся. Сталин решил передать Жукову стратегические резервы, и 5 декабря командующий фронтом начал наступление. Немецкие войска стали отступать по всему фронту, и в конце концов Жуков предпринял попытку добиться полного окружения группы армий «Центр», выйдя на его тылы на Гжатско-Вяземском направлении левым крылом фронта. Однако события показались, что Жуков переоценил свой успех. Армии действовали без согласования друг с другом. Все окончилось окружением 33-й армии, пленением большей части ее личного состава и гибелью командующего генерала Ефремова. И все же Жуков извлек урок из случившегося. И когда на совещании в Ставке Сталин стал настаивать на том, чтобы к концу 1942 года противник был выбит с территории СССР, он объявил, что для этого ни средств, ни возможностей пока нет. Единственное, что рекомендовал осуществить Жуков, ликвидировать Ржевско-Вяземский выступ, по-прежнему нацеленный на Москву. Сталин был настолько напуган минувшим наступлением на столицу, что по-прежнему опасался возобновления наступления. Поэтому все основные силы и средства отправлялись на центральное направление. Остальные фронты должны были осуществлять наступления имеющимися в их распоряжении силами. Это привело к тому, что войска Юго-Западного фронта, начавшие наступать на Харьков, оказались в окружении. На Крымском полуострове был прорван Крымский фронт и взят Севастополь. Летом войска группы армии Юг начали наступление на Кавказ. Им противостояли малочисленные советские войска, и потому немецкая армия продвигалась почти без замедления. Поняв свою ошибку, Сталин приказал перебросить в район Сталинграда новые войска. Уже в конце лета 1942 года за этот город завязались ожесточенные бои. События заставили Гитлера разделить силы группы армий Юг на две части. Одна из них рванулась на Кавказ, другая должна была, выйдя к Волге, взять Сталинград, прикрыв тыл кавказской группировки. Это была крупная ошибка Гитлера, в очередной раз не рассчитавшего своих сил. В эти же дни Жуков, недавно назначенный заместителем Верховного Главнокомандующего, принимал жесткие меры в отношении отступавших советских войск. Он стал одним из авторов печально известного приказа номер 227, который, как и изданный в 1941 году приказ номер 270, предусматривал расстрел за самовольное оставление позиций, а также создание штрафных батальонов и рот. Командиры могли направлять сюда своих подчиненных без всяких приговоров трибунала. В дни Сталинградской битвы Жуков уже не командовал отдельным фронтом, но координировал действия фронтов в ранге представителя ставки. Так было в Сталинграде, где Жуков был награжден орденом Суворова первой степени, номер один, под Ленинградом в январе 1943 года за координацию прорыва блокады которого он получил звание маршала Советского Союза на Курской дуге и в битве за Днепр. Почти весь 1943 год Жуков занимался координацией действий различных фронтов, не вступая в командование ни одним из них. Но когда в феврале 1944 года в разгар подготовки Проскуровско-Черновицкой операции был смертельно ранен командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Ватутин, Жукову пришлось принять командование войсками фронта. Операция по освобождению правобережной Украины задумывалась широко, охватывала огромную территорию, предусматривала нанесение мощных таранных ударов по обороне противника. В этом сражении Жуков впервые столкнулся с выдающимся стратегом Третьего Рейха генерал-фельдмаршалом фон Манштейном, ярким представителем активной обороны. Используя трехкратное превосходство в силах, Жуков прорвал фронт группы армии Юг и зажал в кольцо значительную часть немецких войск. Манштейну пришлось вылететь в ставку к Гитлеру и добиваться переброски новых войск с целью создания ударной группировки для спасения окруженных. Но, кроме того, фельдмаршал тщательно постарался скрыть направление своего будущего отступления. И Жуков поверил Манштейну. Его основные силы были сосредоточены у Днестра для перехвата путей от хода противника. И когда Манштейн наконец нанес удар по кольцу окружения, поддержанный встречным ударом окруженных войск, советские части оказались смяты. Значительная часть немцев вырвалась из котла, уйдя за Карпаты. И все же большая часть советской территории была освобождена. Во многих местах советские войска вышли к государственной границе. Жуков был награжден орденом Победа за номером один. После проведения операции «Багратион», в ходе которой была освобождена Белоруссия, советские войска вышли к границам Польши и во многих местах пересекли ее. В конце 1944 года Жуков был назначен командующим войсками Первого Белорусского фронта, нацеленными на Берлинское направление. После овладения плацдармом на Одере, висло-одерской операции, войска Жукова были готовы к броску на столицу Рейха. Перед ними фактически не было немецких войск, и Жуков был готов начинать наступать на Берлин уже 20 февраля. Его план предусматривал оказание поддержки войскам Второго Белорусского фронта, застрявшим в Восточной Пруссии. Однако Сталин приказал Жукову подождать, пока подтянется Рокоссовский. За это время немцы сумели подготовить Берлин к обороне, возведя вокруг столицы мощные укрепления и стянув к ним все силы Рейха. Берлинская операция явилась одной из самых дорогостоящих как по потерям личного состава, так и по примененным в ходе нее новшествам. Многое из того, что планировалось при подготовке к ней, в действительности не применилось. Первой и второй танковым армиям, ранее нацеленным на охват Берлина, теперь пришлось прорывать вражескую оборону с фронтом. Темп войск снизился, а у Зиеловских высот фронт совсем замер, и войска понесли тяжелые потери. По приказу Сталина и по инициативе командующего войсками 1-го украинского фронта маршала Конева, в сражение были введены 3-е и 4-е танковые армии, направленные в обход Берлина. За взятие Берлина Жуков был награжден 3-ей золотой звездой Героя Советского Союза, а вскоре и 2-ым Орденом Победа. Сталин предоставил ему и особую честь принимать вместо себя парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Как пишет сейчас большинство историков, война была стихией Жукова. Он был словно рожден для нее. Но для командования армии и мирного времени нужны были совсем иные качества, качества политика, которых у Жукова совсем не было. Именно потому, наверное, после войны имя Жукова связано в основном с такими мероприятиями, как участие в аресте Берии или помощь Хрущеву в борьбе с так называемой антипартийной группой. Нельзя забыть и о фактическом руководстве Жуковым подавлением Венгерской революции осенью 1956 года. Однако такое рвение послевоенного Жукова лишь пугало кремлевских правителей. И Сталин и Хрущев старались держать Жукова где-нибудь подальше, в дальнем округе или в отставке. На протяжении десяти лет Жуков работал над своими воспоминаниями и размышлениями. Еще до выхода книги по ней тщательно прошелся карандаш партийной цензуры, и сам Жуков после выхода книги признавал, что она наполовину не его. Георгий Константинович Жуков скончался 18 июля 1974 Кузнецов Николай Герасимович Годы жизни 11 июля 1902 года 6 декабря 1974 Советский военно-морской деятель адмирал флота Советского Союза Родился 11 июля 1902 года в деревне Медведки Котловского района Архангельской области в крестьянской семье. С 1912 по 1915 год учился в церковно-приходской школе и окончил только три класса. Учился Коле Кузнецов успешно и во время учебы пристрастился к чтению. В 1915 году умирает отец и семья остается без кормильца. Брат отца, живший в Архангельске, забирает к себе 13-летнего Николая. Так мальчик впервые покинул родную деревню и отправился в свое первое дальнее плавание по Двине на колесном буксире. Николай устраивается на работу на должность рассыльного в управлении Архангельского порта. В сентябре 1919 года Николая Кузнецова зачислили на службу в Северодвинскую военную флотилию. Он рвался в бой, но его определили на бумажную работу в штаб. К концу 1919 года Николаю удалось упросить командира назначить его в боевой экипаж на канонерскую лодку. В этом качестве в звании краснофлотца Николай Кузнецов принял участие в гражданской войне. Но недолго он оставался на канонерской лодке. Бои на севере закончились и северодвинская флотилия была расформирована. Осенью 1920 года Кузнецов был переведен в Петроград и зачислен в центральный флотский экипаж. Он принимал участие в ликвидации кронштадтского мятежа. Обратив внимание на трудолюбивого и целеустремленного молодого человека, начальство посоветовало Кузнецову продолжить учебу, и в декабре 1920 года он поступает на подготовительные курсы при военно-морском училище. В сентябре 1922 года Кузнецов стал курсантом. В училище юный моряк настойчиво изучал программу, участвовал в практических плаваниях. За время учебы он плавал на крейсере «Аврора», линкоре «Парижская коммуна» и других кораблях. Он побывал в Северном и Норвежском морях, в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах. 5 октября 1926 года Кузнецов с отличием окончил военно-морское училище и получил звание командира РКК-Ф с зачислением в средний строевой командирский состав ВМС РКК. Ему как отличнику было предоставлено право выбора флота. К удивлению многих Кузнецов избрал местом своей будущей службы Черноморский флот, крейсер Червона Украина. Он был назначен вахтенным начальником этого крейсера, а также командиром первого плутонга и командиром строевой роты. С августа 1927 до 1 октября 1929 года Кузнецов старший вахтенный начальник крейсера. В очередной аттестации отмечено «Заслуживает продвижение во внеочередном порядке». Как наиболее подготовленного и перспективного командира его направляют на учебу в академию. С 1 октября 1929 по 4 мая 1932 года Кузнецов учится в военно-морской академии. Учился он с большим увлечением, освоил немецкий и французский языки, и программа не показалась ему слишком сложной. Стажировку Кузнецов проходил в штабе морских сил Балтики, и ему было предложено после окончания академии перейти на работу в штаб. Академию он оканчивает с отличием. Кузнецов опять всех удивил, категорически отказавшись и от штабной работы, и от должности командира большого корабля. Кузнецов получил назначение на должность старшего помощника командира нового крейсера Красный Кавказ. За год команда корабля превратилась в дружный сплоченный коллектив, способный четко действовать в любых сложных условиях обстановки. В 1933 году крейсер вошел в состав боевого ядра Черноморского флота. В ноябре 1933 года капитан 2-го ранга Кузнецов назначается командиром крейсера Червона Украина. В этой должности он пробыл до 15 августа 1936 года. Став командиром крейсера, Николай Герасимович прежде всего начал отрабатывать организацию корабельной службы. Ломая сложившийся на флоте стереотип сезонной боевой подготовки, он уже в марте выводил крейсер в море, отрабатывая навыки плавания в любых погодных условиях. Им была разработана система боевой готовности одиночного корабля. Позднее она была принята на всех флотах СССР. Экипаж крейсера приобрел навыки стрельбы орудий главного калибра на самых больших скоростях хода крейсера и на предельной дистанции обнаружения цели. Впервые артиллеристы стали использовать самолет для корректировки невидимой цели. Вскоре на флоте стали говорить о новом методе подготовки экипажа по системе Кузнецова. В 1935 году крейсер «Червона-Украина» занял первое место в морских силах СССР. За успехи крейсера на учениях Кузнецов был награжден орденом Знак Почета. В том же году Кузнецов был удостоен ордена Красной Звезды за выдающиеся заслуги и в деле организации подводных и надводных морских сил РКК и за успехи в боевой и политической подготовке краснофлотцев. В августе 1936 года Кузнецов назначается военно-морским атташе и главным военно-морским советником, а также руководителем советских моряков-добровольцев в Испании. Им много было сделано для того, чтобы республиканский флот выполнил поставленные задачи. Его деятельность по оказанию помощи республиканскому флоту была высоко оценена советским правительством. В 1937 году он был награжден орденами Ленина и Красного Знамени. Вернувшись из Испании, 35-летний капитан первого ранга получил назначение на должность заместителя командующего Тихоокеанским флотом и с присущей ему энергии стал изучать специфику одного из самых молодых флотов страны. Основу будущего флота должны были составить подводные силы и морская авиация. Самой большой проблемой, с которой пришлось столкнуться Кузнецову, была нехватка командных кадров, вызванная массовыми репрессиями в армии и на флоте. Ему самому меньше, чем через год пришлось принять командование флотом, так как бывший командующий Киреев был арестован в Москве в конце 1937 года. Николай Герасимович был в должности командующего Тихоокеанским флотом с 10 января 1938 по 28 марта 1939 года. На Дальнем Востоке было неспокойно. Японцы господствовали на море и стремились к захвату новых территорий. В состав флота Японии входили 10 авианосцев, 10 линкоров, 35 крейсеров и более 100 эсминцев. Советский Тихоокеанский флот имел примерное равенство с японцами только по подводным лодкам. В остальных видах кораблей он явно уступал. Дальневосточное побережье было практически не защищено и японское командование могло высадить военные силы в любой точке. Неотложными задачами нового командующего стали строительство береговых батарей и усиление морской авиации. В ряде пунктов велось усиленное строительство аэродромов и военных городков. Город Владивосток, главная база флота, был оборудован мощными береговыми батареями и авиационным прикрытием. В строй входили новые корабли, укреплялись морские и сухопутные границы, были проведены учения по взаимодействию флота и армейских частей в местах наиболее возможной высадки войск противника. В декабре 1937 года постановлением ЦИК и СНК СССР был создан наркомат ВМФ СССР. В марте 1938 года Кузнецов был введен в состав главного военного совета ВМФ при наркомате ВМФ. В июле 1938 года японские войска перешли границу на юге Приморья возле озера Хасан, стремясь захватить сопки за озерную и безымянную, так как с них открывалась прямая дорога на Владивосток. Здесь развернулись ожесточенные бои с большими потерями с обеих сторон. Кузнецов лично выезжал в район боевых действий, а флот непрерывно перебрасывал к местам сражений военные части и грузы и вывозил раненых. Ожидая нападения японского флота с моря, Николай Герасимович отдал приказ подводным силам занять позиции на возможных путях движения японских кораблей. Торпедные катера также находились в боевой готовности. 28 марта 1939 года Кузнецов был назначен заместителем наркома ВМФ, а 28 апреля 1939 года народным комиссаром ВМФ. Новому наркому приходилось решать все вопросы непосредственно со Сталином, а это было непросто. Мнение Сталина было решающим. Если он соглашался с предложениями наркома ВМФ, то вопрос решался быстро, а если у него была другая точка зрения, то тогда надо было доказывать и доказывать необходимость осуществления той или иной меры. Требовались компетентность, серьезная аргументация и смелость, и Кузнецов обладал необходимой решительностью и ответственностью. Новая программа была намечена еще в 1937 году и предусматривала строительство флота, равного ВМС США и Великобритании, в течение 8-10 лет. Программа не только не имела должного оперативно-стратегического обоснования, но и не учитывала возможностей отечественной промышленности. Поэтому сразу же остров стали вопросы строительства кораблей, баз, разработки необходимой документации, обучения и воспитания личного состава. Нарком ВМФ активно вел работу по выполнению кораблестроительной программы, хотя было ясно, что реализовать ее полностью в намеченные сроки нереально. Следует сказать, что к моменту принятия новой программы в советской военной теории не рассматривался вопрос о применении тяжелых надводных артиллерийских кораблей, как ядра сил ВМФ. В то время господствовала теория малой войны на море. Вся программа больше опиралась на зарубежный опыт строительства ВМФ. Кузнецов считал, что надо строить корабли различных классов, но учитывать при этом особенности наших морских театров и вероятного противника. По его признанию, в то время он не имел четкого представления о советской военной доктрине, полагая, что она в голове у Сталина. С начала Второй мировой войны проблемы строительства флота обозначились еще острее. В 1940 году было принято решение форсировать строительство легких сил ВМФ, подводных лодок, малых надводных кораблей, эскадренных миноносцев, тральщиков, катеров, а крупные корабли не закладывать. Несмотря на трудности, объем военного кораблестроения возрастал. К началу 1941 года ВМФ насчитывал более 900 кораблей и обладал значительным боевым потенциалом. В подготовке флота к выполнению своей задачи нарком отводил большую роль учебе непосредственно в море. Уже в мае 1939 года состоялись большие учения сил Черноморского флота, а в конце июля того же года Кузнецов руководил учениями сил Балтийского флота. В сентябре были приняты новые планы подготовки флота, соответствующие международной обстановке. В ноябре 1939 года Кузнецов утвердил инструкцию о состоянии боевой готовности к отражению и проведению первых операций в случае нападения противника. Система предусматривала три степени готовности. Готовность номер три. Обычное состояние частей, кораблей, плановые учеба состава и сменное дежурство. Готовность номер два предусматривала наличие на кораблях неснижаемого запаса топлива и боезапаса, увольнения сокращались до минимума, устанавливались круглосуточные дежурства, дозоры и патрулирования. Готовность номер один объявлялась только при наличии действительной опасности нападения. При ней корабли развертывались в боевые порядки, штабы флотов переходили на постоянное дежурство, судам запрещалось входить на базы, а тыловые службы могли срочно отключить освещение в портовых городах и на базах для обеспечения маскировки. Начиная с 1934 года, на всех флотах страны проводились регулярные тренировки по обучению личного состава кораблей действием по различным степеням готовности. В середине июля 1940 года нарком издал приказ о введении в действие наставления по боевой деятельности штабов соединений ВМФ, а в декабре того же года временного наставления по ведению морских операций. Флоты получили также наставление по организации боевой деятельности военно-воздушных сил, подводных лодок, надводных кораблей. Было разработано положение отыля, в котором определялись его задачи и функции по обеспечению боевой деятельности кораблей. Приказом наркома вводились в действие новые уставы корабельный устав ВМФ СССР и дисциплинарный устав ВМФ СССР. Нарком Кузнецов не раз обращал внимание на необходимость отработки стратегического взаимодействия между армией и флотом. Дело в том, что такое взаимодействие не было закреплено в документах высшего военно-политического руководства страны. Оно было поставлено в зависимость от личного отношения между руководителями двух наркоматов. Кузнецов все-таки добился принятия директивы, определившей задачи флотов и общий порядок их взаимодействия с войсками Красной Армии. Нарком стремится привлечь к флоту внимание общественности. Он предложил ежегодно праздновать День Военно-морского флота в последнее воскресенье июля. Для улучшенной подготовки командного состава были приняты меры к совершенствованию работы в уже действовавших учебных заведениях и в первую очередь в Военно-морской академии. В 1939 году был назначен новый ее начальник Степанов и академия стала подчиняться непосредственно наркому. Командные военно-морские училища были преобразованы в высшие учебные заведения. В 1940 году по предложению наркома ВМФ правительство приняло решение об открытии семи морских спецшкол а в начале 1941 года была создана школа боцманов. До начала Великой Отечественной войны Николай Герасимович провел огромную работу по подготовке флота к отражению вражеского нападения. Под его непосредственным контролем были установлены противоминные защитные устройства на подводных кораблях и подводных лодках. Для решения конкретных вопросов взаимодействия на морях он сам выезжал на флоты если этого требовала обстановка или посылал туда своих заместителей. Он действовал не озираясь наверхи и беря всю ответственность на себя. Например в начале 1941 года он приказал без всякого предупреждения открывать огонь по иностранным самолетам-разведчикам если они появятся над базами флота и в соответствии с его распоряжением 16-17 марта того же года над Лебавой и Полярном были обстреляны иностранные самолеты. Вскоре Кузнецов был вызован к Сталину и получил выговор за такие действия. Ему велено было отменить свой приказ. Приказ он отменил. С вождем спорить было опасно, но и сдал другой. Огня по нарушителям не открывать, а высылать истребителей для принуждения самолетов-нарушителей к посадке на наши аэродромы. Летом 1941 года по его указанию были усилены корабельные дозоры и разведка, а с 19 июня все флоты перешли на оперативную готовность номер один. Базам и соединениям предлагалось рассредоточить силы и усилить наблюдение за водой и воздухом, запретить увольнение личного состава из частей из кораблей. Корабли приняли необходимые запасы, привели в порядок материальную часть, было установлено круглосуточное дежурство, весь личный состав оставался на кораблях. 21 июня 1941 года после получения в 23.00 из Генерального штаба предупреждения о возможном нападении на СССР фашистской Германии 21 июня 1941 года после получения в 23.00 из Генерального штаба предупреждения о возможном нападении на СССР фашистской Германии 22 июня Нарком ВМФ телеграммой потребовал от флотов немедленно перейти на готовность номер один, а еще раньше такое же распоряжение было передано всем флотам по телефону. Все ВМС страны перешли к готовности номер один за несколько часов до начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года флот встретил по боевой тревоге. В первый день войны не потерял ни одного корабля и приступил к выполнению заранее разработанных планов. Уже 25 июня корабли Черноморского флота нанесли удар по румынскому порту Констанции, где имелись большие запасы горючего для германских войск. При отходе с успешно проведенной операцией корабль Москва подорвался на мине. Анализируя это в главном морском штабе и наркомате, было выявлено, что противником стали применяться электромагнитные мины, против которых на советских кораблях защиты не было. Для решения этой проблемы была создана специальная группа ученых физиков, которая вскоре нашла средства для защиты кораблей подлодок от этих мин. Организация взаимодействия ВМФ с сухопутными силами в целях разгрома противника стала одним из основных направлений в деятельности наркомата и главного морского штаба ВМФ. Если на море флот справлялся с атаками врага, то на сухопутном театре военных действий положение армии было очень тяжелым. Немцы подошли к Одессе и Таллину. Угроза нависла над Ленинградом и Севастополем. Морские гарнизоны перешли в подчинение общевойсковым командирам, которые не всегда умели использовать возможности флота. Кузнецов доказывал, что оперативное переподчинение флота, фронтам и армиям, чревато тяжелыми последствиями, приводя в пример неудачи при обороне Лебавы и проведении Керченско-Эльтигенской десантной операции. Адмиралу, который первоначально даже не был введен в состав ставки ВГК, пришлось использовать все свое влияние, неоднократно обращаться лично к Сталину, чтобы решить данный вопрос. В дальнейшем, в годы войны, Кузнецов стал сначала представителем ставки ВГК по использованию сил флота на фронтах и членом ГКО, затем с 1944 года главкомом ВМС, а в конце войны членом ставки ВГК. Он лично докладывал в ставку о положении на фронтах, где действовали силы флота, вносил свои предложения и добивался принятия решения. Он непосредственно участвовал в разработке планов проведения операций, в том числе тех, замысел которых зарождался в ставке ВГК. В августе 1941 года нарком ВМФ предложил нанести бомбовые удары по Берлину силами авиации ВМФ с аэродромов острова Эзель. Морская авиация не понесла потерь в первые дни войны, а использование ее для помощи армейским частям в Прибалтике позволило накопить достаточный опыт для проведения таких операций. Ставка дала согласие, возложив всю ответственность на Кузнецова. 7 августа 15 бомбардировщиков Балтийского флота поднялись в воздух и взяли курс на Берлин. Группу возглавил полковник Преображенский. Бомбардировки причинили определенный ущерб германской столице, но более важным было моральное и политическое значение этих налетов. За период с 8 августа по 5 сентября 1941 года на Берлин было совершено 9 налетов и сброшено 311 больших бомб. В августе 1941 стало ясно, что Таллин придется оставить, а корабли и войска вывезти. Тогда Кузнецов обратился непосредственно в Ставку и получил разрешение на эвакуацию. Эвакуация флота и войск проходила организованно. Около 200 судов и транспортов, взяв на борт 23 тысячи солдат, совершили прорыв из Талина в Кронштадт в неимоверно трудных условиях через минные поля при постоянных атаках противника. Все эти силы влились в ряды защитников Ленинграда. Боевое ядро Балтийского флота было сохранено. Опыт, полученный при прорыве из Талина, был впоследствии использован при эвакуации войск из Одессы и Севастополя. Операция в Одессе была спланирована так умело, что флот не имел никаких потерь при ее проведении. В начале 1942 года Кузнецов получил приказ о формировании новых полков и бригад из моряков для сухопутных операций. В то же самое время шло формирование новой Волжской флотилии. До этого моряки героически защищали Москву, Одессу и Севастополь. В состав Волжской флотилии вошли моряки Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а новые части были укомплектованы в основном моряками Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Пока шло формирование, укомплектовывание и развертывание новых частей прошло несколько месяцев. Затем они были переброшены на самый опасный участок фронта Сталинград. Моряки вошли в состав 2-й гвардейской армии под командованием Малиновского, которая отбила все попытки немецких войск под командованием Манштейна деблокировать окруженную под Сталинградом 6-ю немецкую армию фельдмаршала Паулюса. Еще одной сложной и ответственной задачей, которой пришлось заниматься Кузнецову в годы войны, стала организация морских перевозок из США в СССР. Путь был выбран самый короткий, но и самый трудный, через Северную Атлантику в Баренцево море и далее в порты Мурманска и Архангельска. Был разработан порядок встреч и сопровождения конвоев и меры по защите с моря и воздуха мест выгрузки. Для этих целей Северный флот был усилен подводными лодками с Тихого океана и сумел обеспечить перевозку 77 конвоев, 1464 транспорта, в порты СССР и из советских портов в порты союзников. За годы войны флот вел непрерывные активные действия на коммуникациях противника. Одним из первых мероприятий флотов в начале войны стали минные постановки на путях возможного движения кораблей и судов противника. Всего было выставлено 9218 мин и минных защитников, на которых подорвалось около 110 транспортов и 100 кораблей охранения. В декабре 1943 года Кузнецов доложил Верховному Главнокомандованию свои соображения по поводу совершенствования практики оперативного руководства флотами со стороны командующих фронтами. В результате 31 марта 1944 года вышла директива ставки ВГК, в которой формулировались основные принципы управления силами флота и их взаимодействия с другими видами вооруженных сил. Все флоты и флотилии во всех отношениях подчинялись наркому ВМФ. На отдельных этапах войны они могли быть переданы в оперативное подчинение командующих фронтами, округами, армиями, которые могли ставить им задачи, утвержденные ставкой ВГК. Несвязанные непосредственно с фронтами задачи, решаемые только военно-морскими силами, должны ставиться флотам и флотилиям лично наркомом ВМФ. В соответствии с директивой ставки ВГК, нарком ВМФ стал именоваться главнокомандующим военно-морскими силами СССР. На Кузнецова ЭГМШ возлагалась обязанность самостоятельно разрабатывать крупные операции, согласовывать их с Генштабом или с командующими фронтами и нести полную ответственность за их проведение. Флот успешно справлялся с самыми разнообразными задачами. Это и борьба на коммуникациях противника, и высадка десантов, и эвакуация населения, войск и различных грузов, и блокада побережья, занятого врагом, и содействие войскам при обороне или освобождении городов и многие другие. За годы войны силами флота было потоплено свыше 670 транспортов и до 615 кораблей охранения противника, общим водоизмещением около миллиона шестисот тысяч тонн. Было также уничтожено в воздушных боях и на аэродромах пять тысяч самолетов врага, высажено 113 морских десантов. Флоты обеспечили перевозку более 100 миллионов тонн грузов и 10 миллионов человек, в том числе по знаменитой Ладожской дороге жизни миллион 690 тысяч тонн грузов и один миллион человек. Весной 1945 года моряки Днепровская флотилия совершили уникальный переход по рекам и полуразрушенным каналам от Днепра до Одерой Шпрее. Пройдя 500 километров канонерские лодки, бронекатера, плавучие батареи приняли активное участие в штурме Берлина. Еще в 1944 году Кузнецову было присвоено звание адмирала флота. За умелое и мужественное руководство боевыми операциями и достигнутые успехи в них, в годы войны он был награжден орденами Ленина Красного Знамени, двумя орденами Ушакова Первой Степени и иностранными знаками отличия. 22 июля 1945 года в связи с Днем Военно-морского флота вышел приказ номер 371, в котором Сталин дал оценку действиям флота в годы войны. 78 кораблей ВМФ были удостоены звания гвардейских, около 80 соединений и частей почетных наименований, а 240 кораблей и частей награждены орденами. Звание Героя Советского Союза было присвоено 513 морякам, из них семеро получили его дважды. Военные моряки отличились и в боях с японцами. К началу вступления в войну Тихоокеанский флот и Амурская флотилия были усилены моряками с других флотов, имевших боевой опыт. В течение двух недель флот провел ряд десантных операций. Почти одновременно был высажен десант в Сейсини и Порт-Артуре, в Гензане и на Сахалине, на Курилах. Активно действовала и морская авиация. Адмирал Кузнецов руководил операциями на море и остался доволен действиями подчиненных. В сентябре 1945 года Адмирал Кузнецов был удостоен звания Героя Советского Союза. Авторитет Николая Герасимовича неизмеримо возрос в годы войны. Талантливый полководец, он быстро усваивал уроки тяжелых поражений и трезво оценивал победы, причем не только свои. Он внимательно изучал опыт немецких ВМС в битве за Атлантику, сражении на Тихом океане между Японией и США. В результате уже к концу войны у него выработалась собственная концепция о путях послевоенного развития советского ВМФ. В послевоенные годы Кузнецов продолжал службу на посту наркома ВМФ и главнокомандующего ВМС. Но служба для него складывалась неблагоприятно. Пока шла война, вождь прислушивался к мнению прославленных военачальников и даже соглашался с ними. Но после войны все стало иначе. Сначала попал в опалу Жуков, теперь пришла очередь Кузнецова. Тогда шли оживленные споры по кораблестроительной программе. Кузнецов считал необходимым строить корабли с тактико-техническими данными, которые отвечали бы современным требованиям. Он рано оценил перспективность использования на флоте ядерной энергии для кораблей и особенно для подводных лодок. Однако Сталин, вернувшись после войны к идее строительства океанского флота, в вопросах концептуального содержания программы строительства остался на прежних довоенных позициях. Если Кузнецов настаивал на включении в программу постройку авианосцев как наиболее перспективного класса кораблей, то особой любовью Сталина остались тяжелые крейсера. Эти споры привели к серьезному конфликту между ними и к крутому повороту в карьере и личной судьбе Кузнецова. В январе 1946 года Сталин предложил разделить Балтийский флот на два самостоятельных — севербалтийский и южно-балтийский. Николай Герасимович выступил против этой идеи, считая, что такое деление будет не только нецелесообразным, но и даже вредным для действий флота. Вождь резко одернул главкома и велел не рассуждать, а выполнять приказ. Вскоре по указанию Сталина была проведена проверка деятельности ГМШ, а по существу главкома. В результате в феврале 1947 года Кузнецов был освобожден от руководства ВМФ. В начале 1948 года на Кузнецова и его приспешников поступил донос. Николай Герасимович и еще три адмирала Галлер, Алафузов, Степанов, работавшие с ним в течение многих лет, были обвинены в незаконной передаче союзникам во время войны секретной документации на парашютную торпеду. В феврале 1948 года военная коллегия Верховного Суда признала виновными всех четверых. Три адмирала, немало сделавших для победы в Великой Отечественной войне, были лишены всех званий и государственных наград и приговорены к тюремному заключению. Кузнецов тоже был признан виновным, но в приговоре о нем было сказано, что он имеет большие заслуги в деле организации ВМФ. Поэтому коллегия постановила только ходатайствовать перед Советом Министров о снижении Кузнецова в воинском звании до контр-адмирала. 10 февраля 1948 года постановлением правительства это решение было осуществлено. Николай Герасимович был отправлен командовать Тихоокеанским флотом. Одновременно был упразднен и наркомат ВМФ. В дальнейшем Кузнецов работал заместителем главкома войсками Дальнего Востока по ВМС, а с февраля 1950 по июль 1951 года был командующим 5-м флотом на Дальнем Востоке. В 1951 году Сталин предложил восстановить наркомат ВМФ, теперь уже Министерство ВМФ, и 20 июля 1951 года был назначен военно-морской министр. Им стал Кузнецов. Возможно, Сталин не нашел лучшей кандидатуры на этот пост. В марте 1953 года Кузнецов был назначен первым заместителем министра обороны и главнокомандующим ВМС. 11 мая 1953 года Пленум Верховного Суда Союза СССР отменил приговор военной коллегии от 3 февраля 1948 года. Дело за отсутствием состава уголовного преступления было прекращено. 13 мая 1953 года постановлением Совета министров Кузнецов был восстановлен в звании адмирала флота, а решение от 10 февраля 1948 года было отменено. Снова став главкомом ВМС, он приложил много сил для принятия реальной государственной программы развития флота. И в конце концов программа строительства сбалансированного флота была принята и начала реализовываться. При Кузнецове была спроектирована и заложена первая атомная подводная лодка и началось создание ракетно-ядерного флота. На крейсере адмирал Нахимов и в одной из береговых частей появились первые опытные образцы ракетных установок и проведены стрельбы. Напряженная работа сказывалась на здоровье главкома. В мае 1955 года Николай Герасимович перенес инфаркт, просил освободить его от должности и дать ему работу меньшего объема. Но просьба его была оставлена без ответа. Но в декабре того же года Кузнецова, который из-за болезни уже длительное время по существу не мог руководить флотом, сняли с должности главкома за якобы неудовлетворительное руководство ВМС. В 1950 годы очень четко проявилась тенденция принижения роли флота в связи с появлением ядерного оружия. Решающая роль в будущих войнах и обороне отводилась стратегической авиацией. Кроме того, Министерство обороны с февраля 1955 возглавил Жуков, который от проблем флота был всегда далек и отводил флоту лишь вспомогательную роль. Тогда же по инициативе Хрущева началось сокращение армии и флота. Военные корабли стали отправлять на металлолом. С этим Кузнецов согласиться никак не мог и сопротивлялся из последних сил. Предлог для снятия строптивого главкома ВМФ нашелся очень быстро. В октябре 1955 года в Севастополе в результате взрыва затонул линкор Новороссийск. Сразу же была создана специальная комиссия по расследованию причин случившегося и на основании ее выводов в феврале 1956 года Кузнецов был понижен в звании до вице-адмирала и уволен с военной службы. Уходя в отставку Николай Герасимович сказал «От службы во флоте я отстранен, но отстранить меня от службы флоту невозможно». Будучи в отставке, несмотря на болезнь, Николай Герасимович написал десятки статей, несколько книг, выступал перед общественностью по вопросам истории и проблемам флота. В декабре 1974 года ему сделали операцию. Больное сердце не выдержало и 6 декабря 1974 года Николай Герасимович Кузнецов скончался. Он был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 26 июля 1988 года после долгой волокиты Николай Герасимович Кузнецов был восстановлен в звании адмирала флота Советского Союза. Его именем был назван авианесущий крейсер, вошедший в состав Северного флота. В трех городах Санкт-Петербурге, Архангельске и Котласе есть улицы адмирала Кузнецова. На его родине создан мемориальный музей. Имя Николая Герасимовича Кузнецова было присвоено военно-морской академии. В год 95-летия флотоводца его именем был назван «Утес» в Тимунецове. Василевский Александр Михайлович Годы жизни 17 сентября 1895 20 ноября 1977 года Маршал Советского Союза Начальник Генерального штаба Красной Армии Александр Михайлович Василевский вошел в историю Второй мировой войны как один из главных авторов основных стратегических операций Василевский родился 17 сентября 1895 года в селе Новая Гольчиха под Кинишмой в семье бедного священника В 1909 году он окончил духовное училище в Кинишме и поступил в Костромскую духовную семинарию Летом 1914 года началась Первая мировая война и Василевский перешедший в последний класс семинарии решает держать выпускные экзамены экстерном с тем чтобы отправиться в армию Зимой 1915 года Василевского направляют в Алексеевское пехотное училище находящееся в Лефортове Пройдя ускоренный курс обучения Василевский направляется в запасной батальон стоявший в Ростове Великом А осенью в должности командира роты он отправляется добровольцем на Юго-Западный фронт Весной 1916 года полк в котором служил Василевский в составе войск 9-й армии принял участие в знаменитом Брусиловском прорыве После вступления в войну Румынии полк отправился на Новый Румынский фронт После начала революционных волнений и развала армии Василевский увольняется в отпуск и едет домой Здесь он начинает работать учителем в местной школе В 1919 году Василевский был призван в Красную армию и направлен в запасной батальон стоящий в городе Ефремове Поход на Москву армии Деникина вынудил большевиков временно назначать бывших офицеров на ответственные командные должности Так Василевский стал командиром полка Тульской стрелковой дивизии Но участвовать в боях с Деникиным полку Василевского не пришлось поскольку противник не дошел до Тулы В декабре Тульская дивизия была направлена на Западный фронт где ожидалось наступление войск Польши Под командованием Тухачевского Василевский принимал участие в нескольких наступательных операциях на Березине под Сморгонью Вильно В 1926 году Василевский будучи уже командиром полка прошел годичное обучение на курсах выстрел Затем после почти 12-летнего пребывания в 48-й дивизии он приказом наркома был направлен в формировавшееся управление боевой подготовки РКК которое вело проверку боевой готовности войск и отрабатывало на практике новые формы общевойскового боя В 1936 году Василевскому было присвоено звание полковника а осенью того же года приказом наркома он был зачислен в первый набор слушателей Академии Генерального Штаба Аресты среди высших военачальников Красной Армии в 1937-38 годах ускорили продвижение молодых специалистов на их места В конце августа Василевский назначается начальником кафедры оперативного искусства армейской операции Академии а через месяц начальником отделения Генерального Штаба и с этого времени военная деятельность Василевского будет связана с Генеральным Штабом отделение оперативной подготовки он возглавлял до июня 1939 года в связи с надвигающейся войной работа в Генеральном Штабе была напряжена до предела Василевскому приходилось лично участвовать как в разработке военных компаний 1939 40 годов бои на Холхенголе поход в Западную Украину и Западную Белоруссию осенью 1939 года Советско-финская война так и в перевооружении Красной Армии немалую роль в воспитании Василевского как первоклассного генштабиста сыграл видный военный ученый много лет проработавший в должности начальника генерального штаба Борис Михайлович Шапошников в эти же годы стали складываться и личные взаимоотношения Василевского со Сталиным в ноябре 1940 года Василевский в качестве военного эксперта принял участие в поездке в Берлин в составе делегации под руководством председателя Совнаркома Молотова Уже с февраля 1941 года Германия начала постепенно сосредотачивать войска у советских границ Генеральному штабу приходилось с учетом ежедневно поступающей тревожной информации вносить коррективы в имеющийся план по отражению надвигающегося нападения Весной начались мероприятия по мобилизации резервистов переброски к границам войск из глубины страны строительства новых оборонительных сооружений однако полностью завершить эти мероприятия не удалось 22 июня началась война через несколько дней создается ставка верховного главнокомандования вначале во главе с наркомом обороны Тимошенко а затем во главе со Сталином членом ставки становится и Василевский начальником генерального штаба был вновь назначен Шапошников а его заместителем и начальником оперативного управления Василевский с этих пор его встречи со Сталином сделались почти ежедневными одной из главных тем докладов верховному главнокомандующему стало формирование стратегических резервов главным направлением являлось центральное на котором были сосредоточены основные массы гитлеровских войск нацеленных на захват Москвы но генеральный штаб не смог своевременно предугадать замысел противника который планировал окружить под Вязьмой и Брянском значительные массы войск западного резервного и брянского фронтов а в дальнейшем пехотными соединениями наступать на Москву с запада а танковыми группами охватить столицу с севера и юга 30 сентября началась операция тайфун противнику удалось прорвать фронт и окружить в районе Вязьмы 4 советские армии для удержания самыми жесткими мерами обороны в районе Гжатска и Можайска туда прибыли представители государственного комитета обороны Молотов и Ворошилов а в качестве представителя ставки Василевский Буденный потерявший связь со своими войсками был отстранен от командования резервным фронтом командующему западным фронтом генералу Коневу угрожал трибунал положение спас Жуков принявший командование западным фронтом и взявший Конева своим заместителем в результате нависшей над Москвой угрозы большая часть генерального штаба была эвакуирована в Куйбышев в Москве осталась лишь оперативная группа для обслуживания ставки из 10 человек руководить которой было поручено Василевскому В разгар битвы за Москву по личному указанию Сталина Василевскому было присвоено звание генерал-лейтенанта В конце ноября Шапошников заболел и обязанности начальника генерального штаба были временно возложены на Василевского С его именем связано руководство наступлением Калининского фронта командующий Конев первым перешедшего в контрнаступление в ночь на 5 декабря а также координация действий Юго-Западного фронта по освобождению Ростова на Дону Несмотря на тщательно проведенную разведку советскому командованию не удалось точно узнать планы противника Генеральный штаб по-прежнему считал что значительные немецкие резервы сосредоточены на центральном направлении в то время как вермахт готовил основное наступление на Кавказ с целью захвата источников нефти было решено провести несколько отдельных операций под Ленинградом Смоленском Харьковом и в Крыму в мае 1942 года из-за тяжелого заболевания Шапошников был освобожден от обязанностей начальника генерального штаба последние были возложены на Василевского ему было присвоено звание генерал-полковника в мае для Красной Армии вновь началась полоса неудач в самом начале месяца немецкие войска прорвались в Крым начался последний этап обороны Севастополя продлившийся до 4 июля в те же дни развернулись операции в районе Харькова в начале они шли успешно но вскоре немецкие войска сами перешли в наступление и к середине мая вышли в тыл войскам Юго-Западного фронта и развернули наступление на юг в направлении Кавказа и Сталинграда к концу августа Василевский приехал в район Сталинграда на Юго-Восточный фронт которым командовал Еременко Ставка приказала принимать все необходимые меры по мобилизации населения но не сдавать Сталинграда после разговора со Сталином Василевский принял решение сосредоточить севернее и северо-западнее Сталинграда две-три армии из резерва Ставки и их силами ликвидировать части прорвавшегося противника вскоре туда приехал Жуков а Василевский улетел в Москву в конце сентября Василевский вновь вернулся на Юго-Восточный фронт где внимательно изучалась обстановка в ходе подготовки наступления с целью окружения всей немецкой группировки в Сталинграде операция готовилась строжайшей секретности о ней знали лишь немногие из высшего командного руководства Василевский по-прежнему контролировал Юго-Восточный фронт получивший название Сталинградского планом операции предусматривался удар по румынским войскам стоявшим на флангах немецкой группировки прорыв их обороны танковыми и механизированными корпусами Сталинградского и Юго-Западного фронтов с дальнейшим соединением их в районе Калача уже в первые дни наступления начавшегося 19 ноября Василевский понимал что германское командование попытается оказать помощь своей окруженной группировке и деблокировать ее потому он заранее настоял перед Сталином на создании достаточно сильного внешнего кольца окружения а за ними резервов из подвижных войск на завершающем этапе Сталинградской битвы Василевский руководил боевыми действиями по отражению попыток деблокировать окруженную группировку и ее окончательной ликвидации по его инициативе одна из лучших армий вторая гвардейская была брошена против группы армий Дон пытающиеся деблокировать окруженную шестую армию Паулюса за участие в разгроме немецкой группировки в районе Сталинграда Василевский был награжден орденом Суворова первой степени за номером два после Сталинградской битвы немецкое командование решило подготовить наступление из Курского выступа сложившегося в результате боев зимой и весной 1943 года на этот раз разведка генерального штаба своевременно вскрыла замысел противника было решено не переходить первыми в наступление а занять жесткую оборону выбить немецкие танки измотать противника в оборонительных боях и только тогда перейти в наступление путем введения накопленных резервов в предстоящих оборонительных боях должны были принять участие войска Центрального фронта под командованием Рокоссовского и Воронежского под командованием Ватукина а также войска Брянского и Левого крыла Западного фронтов 5 июля началось немецкое наступление на Курской дуге отражаемое соединением Центрального и Воронежского фронтов кульминацией оборонительных боев стало знаменитое танковое сражение под Прохоровкой 12 июля в котором принимали участие до 1200 танков и самоходных установок в тот же день перешли в наступление Брянские и Западные фронты а 15 июля и войска Центрального фронта в августе началась битва за Донбасс в которой координация действий Юго-Западного и Южного фронтов была возложена на Василевского с этими фронтами была связана деятельность Василевского и в ходе битвы за Днепр а также в ходе освобождения Мелитополя Кривого Рога Запорожья и начало освобождения Крыма В следующем году войска фронтов действия которых координировал Василевский в весеннюю распутницу освободили Никополь Николаев Одессу и вышли к Днестру В день освобождения Одессы 10 апреля Василевский был награжден орденом Победа за номером 2 Летом основные военные действия были перенесены в Белоруссию где войска четырех фронтов начали операцию Багратион По предложению Василевского две армии освободившие Крым были переброшены в Белоруссию Туда же выехало и бывшее управление 4-го Украинского фронта Василевскому было приказано координировать действия 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов которыми командовали молодые генералы Баграмян и Черняховский 22 июня началось наступление фронтов В первые дни боев был освобожден Витебск западнее которого в котле оказалось около 5-ти немецких дивизий 27 июня была освобождена Орша советские войска форсировали Березину 3-го июля войска 3-го и 1-го Белорусского фронтов встретились в Минске началось освобождение Прибалтики которую Василевский не покидал до самого Нового года из Прибалтики бои перешли в Восточную Пруссию изобилующую укрепленными районами в начале Василевский по-прежнему координировал действия 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов но после гибели Черняховского Василевский лично возглавил его войска он попросил Сталина освободить его от должности начальника генерального штаба и назначить на свое место бывшего начальника оперативного управления генерального штаба Антонова решающие бои развернулись на земландском полуострове и у Кенигсберга 6-го апреля начался штурм города-крепости прикрываемого цепью фортов 4-е армии штурмовали Кенигсберг и к исходу 4-го дня штурма гарнизон крепости капитулировал еще до окончания Великой Отечественной войны летом 1944 года Василевскому было объявлено о предстоящем назначении на пост командующего советскими войсками на Дальнем Востоке в войне с Японией сразу же после окончания восточно-прусской операции Василевский был отозван в Москву где приступил к подготовке плана войны замысел Василевского сводился к одновременному нанесению ударов со стороны Забайкалья Приморья и Преамурья к центру северо-восточного Китая Боевые действия предстояло развернуть на территории около полутора миллионов квадратных километров и на глубину от 200 до 800 километров Советским войскам предстояло рассечь на части Квантунскую армию японцев и затем разгромить ее В операции должны были принимать участие войска Забайкальского фронта командующий маршал Советского Союза Малиновский первого и второго дальневосточных командующие маршал Советского Союза Мерецков и генерал Пуркаев и корабли Тихоокеанского флота и Амурской флотилии Огром Огромная масса Войска Союза Войска 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 159 159 находился в группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР Скончался Василевский 20 ноября 1977 Мерецков Кирилл Афанасьевич Годы жизни 7 июня 1897 30 декабря 1968 года Маршал Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков родился 7 июня 1897 года в деревне Назарьево Московской губернии в семье простого крестьянина Образование получил в сельской школе а в возрасте 15 лет отправился в Москву на заработки здесь он изучил слесарные дела и в дальнейшем работал на заводе и в мастерских одновременно он продолжал учиться в вечерних и воскресных классах для рабочих во время первой мировой войны он был призван в армию и принимал участие в боевых действиях на различных фронтах в феврале 1917 года Кирилл Мерецков вступил в партию большевиков и стал одним из организаторов судогодского уездного комитета РСДРП в мае он был избран секретарем комитета в июле стал начальником штаба уездной Красной гвардии зимой 1917 18 года он был назначен уездным военкомом и принимал активное участие в создании первых отрядов Красной армии летом 1918 года Мерецков назначается комиссаром судогодского отряда вошедшего в состав 227 Владимирского полка принял участие в боях с белогвардейцами под Казанью был ранен и отправлен на извлечение Оправившись от ранения Мерецков был рекомендован на учебу в военную академию РКК и стал слушателем ее первого набора За время учебы он дважды проходил стажировку на фронте Окончив академию осенью 1921 года Мерецков был назначен начальником штаба 1-й Томской Сибирской дивизии Через три года он вернулся в Москву и стал работать в штабе Московского военного округа В 1928 году Мерецков окончил курсы усовершенствования высшего ночсостава и был направлен в 14-ю стрелковую дивизию В 1931 году в рамках программы сотрудничества РКК Рейхсвера его направили на учебу в Германию Вернувшись на родину Мерецков получает назначение на должность начальника штаба Белорусского военного округа В 1935 году он становится начальником штаба особой дальневосточной армии Осенью 1936 года Кирилл Афанасьевич Мерецков был отправлен в Испанию Он являлся старшим военным советником главного штаба республики Мерецков оказывал помощь в формировании и обучении интернациональных бригад в обороне Мадрида в организации разгрома марокканского корпуса на реке Харама и экспедиционного корпуса под Гвадалахарой Из Испании он вернулся на родину в мае 1937 года Он продолжал продвигаться по служебной лестнице и летом 1937 года был назначен заместителем начальника генерального штаба РКК С 1938 года он стал одновременно исполнять обязанности секретаря главного военного совета наркомата обороны Потом Мерецков возглавил Приволжский военный округ а с зимы 1939 года был назначен командующим Ленинградским военным округом Осенью того же года он стал командующим 7-й общевойсковой армией В звании командарма 2-го ранга Мерецков участвовал в советско-финляндской войне 29 ноября 1939 года командующий Мерецков подписал план операции по разгрому сухопутных и морских сил финской армии а уже 30 ноября войска Красной Армии перешли границу Одновременно авиация подвергла бомбардировке Хельсинки и другие крупные города В ходе кампании Мерецков руководил прорывом линии Маннергейма Боевые действия развивались с переменным успехом С большими трудностями советские войска прорывали укрепленные линии финской обороны 12 марта в Москве был подписан мирный договор с Финляндией по которому Советскому Союзу отходила территория Карельского перешейка с Выборгом После завершения войны Мерецков остался на посту командующего Ленинградским военным округом За период с лета 1940 года и до начала Великой Отечественной войны он был на должности заместителя наркома обороны и недолгое время возглавлял генеральный штаб В июне 1941 года Кирилл Афанасьевич был арестован в Москве как участник военного заговора врагов народа Корка и Уборевича Во время допросов к нему применялись физические методы воздействия Затем он был освобожден из тюрьмы НКВД без каких-либо объяснений и извинений После освобождения в качестве представителя Мерецков был направлен на северо-западные Карельские фронты располагавшиеся под Ленинградом 8 августа 1941 года сконцентрировав силы немецкие части начали генеральное наступление на Ленинград Несмотря на героическое сопротивление советских частей 20 августа немцы перерезали стратегическую трассу Москва-Ленинград и начали окружение советских войск В начале сентября 1941 года началась перестановка командных кадров в результате чего 10 сентября 1941 года общее руководство обороны Ленинграда было возложено на Жуково Однако блокаду города предотвратить не удалось Мерецков возглавлял сначала 7-ю а затем 4-ю армии а в декабре 1941 года он был назначен командующим Волховским фронтом войска его фронта успешно обороняли а затем завершили разгром немецкой группировки под Тихвином что имело исключительное значение для судьбы Ленинграда В январе 1943 года войска Волховского фронта под командованием Мерецкова совместно с соединениями Ленинградского фронта участвовали в прорыве Ленинградской блокады При прорыве блокады Мерецков проявил себя мастером преодоления сильно укрепленных позиций противника в условиях болотистой местности Войска фронта наносили основной удар по противнику через Синявинские торфяные болота С точки зрения маневренности войск место было не лучшим но Мерецков выбрал его по двум причинам Во-первых это был самый кратчайший путь всего 15 километров до соединения с частями Ленинградского фронта А во-вторых здесь противник не ожидал активного наступления советских войск Основной удар наносила 2-я армия Волховского фронта укрепленная резервом выделенным ставкой Особое внимание Мерецков сосредоточил на артиллерии сумев создать большую плотность огня до 100 орудий и минометов на 1 километр фронта Авиация также активно действовала на этом направлении 14-я воздушная армия Наступление началось 12 января и после тяжелейших семидневных боев войска Волковского и Ленинградского фронтов соединились Блокада была прорвана Затем на посту командующего фронтом Мерецков провел новгородско-лужскую операцию ставшую началом совместного наступления трех фронтов Волховского Ленинградского и 2-го Прибалтийского с целью окончательного разгрома группы армии Север полной ликвидации ленинградской блокады и дальнейшего освобождения Прибалтики Перед Мерецковым стояла задача по расколу группы армий Север на две части ударами на Новгород и Лугу Главный удар наносился силами 59-й армии действовавшей чуть севернее Новгорода А для того чтобы не дать отойти неприятелю от города на юго-запад южнее Новгорода намечался вспомогательный удар Для этого советским частям предстоял сложный переход по льду озера Ильмень Для успеха операции в целях дезинформации противника были подготовлены несколько ложных мест сосредоточения войск в районе между Мгой и Чудовым Убедившись в том что основной удар будет нанесен именно в этом районе немцы перебросили туда основные резервы 14 января 1944 года 59-я советская армия нанесла мощный и неожиданный для немцев удар севернее Новгорода Одновременно другие части фронта форсировали озеро Ильмень Уже 20 января обе группы советских войск сомкнулись западнее города и в тот же день овладели Новгородом С февраля 1944 года Кирилл Афанасьевич Мерецков командовал войсками Карельского фронта освобождая Карелию и Заполярье Проводимые им операции отличались умелым выбором направления главного удара рациональным сосредоточением на нем стрелковых соединений и артиллерии Мерецков не забывал и о переправочных средствах и о материальных запасах Подчиненные ему войска отличались четким взаимодействием и прекрасной организацией и управления ими Мерецков был первым кто решился применить тяжелые танки КВ в условиях Крайнего Севера и его опыт оказался удачным В октябре 1944 года Мерецков был переброшен на западное направление где в течение четырех недель вел тяжелые бои с частями 20-й немецкой армии в районе Петсаму 26 октября 1944 Кириллу Афанасьевичу Мерецкову было присвоено звание маршала Советского Союза Весной 1945 года он руководил действиями приморской группы войск в Восточной Манчжурии и Северной Корее против японских войск Здесь он применил свой опыт накопленный во время Великой Отечественной войны по действию войск в лесисто-болотистой местности при прорыве подготовленных оборонительных полос противника Японцы считали гористую густо заросшую лесом изрезанную руслами рек местность непроходимой для крупных соединений Основной удар войсками Рецкого наносили вдоль межгорной долины а часть сил ударной группировки совершала обход укреплений Таким образом советские войска наступали по отдельным направлениям на широком фронте обходя и расчленяя части противника они успешно прорывали его укрепления К середине августа 1945 года советские части добились значительных успехов а 22 августа ими были заняты Дальний и Порт Артур После войны Кирилл Афанасьевич Мерецков был командующим Приморского Московского и Северного военных округов Затем он был назначен начальником центральных стрелково-тактических курсов С 1955 по 1964 год он занимал должность помощника министра обороны СССР В апреле 1964 года Мерецков был назначен генеральным инспектором группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР За свою военную деятельность Кирилл Афанасьевич был награжден многими орденами и медалями среди которых и высший военный орден Победа Скончался Кирилл Афанасьевич Мерецков 30 декабря 1974 года Похоронен у Кремлевской стены на Красной площади в Москве Говаров Леонид Александрович Годы жизни 22 февраля 1897 19 марта 1955 года Маршал Советского Союза Леонид Александрович Говаров родился 22 февраля 1897 года в деревне Бутырки Вятской губернии в семье крестьянина Его отец самостоятельно изучил грамоту и стал письмоводителем реального училища в городе Елабуге До переезда в Елабугу Леонид Говаров успел окончить три класса сельской школы а в городе поступил в реальное училище Учился и одновременно работал репетиторствовал чтобы не быть в тягость родителям Окончив училище в 1916 году Говаров поступает в Петроградский политехнический институт на факультет кораблестроения Но Первая мировая война разрушила все планы В декабре 1916 года Леонид Говаров был призван в армию и направлен на учебу в Константиновское артиллерийское училище Так он стал юнкером Февральскую революцию он встретил в Петрограде а октябрь 1917 года в Сибири в городе Томске где проходил службу в мортирной батарее в чине закрываясь от белогвардейцев ему удалось добраться до Томска Вскоре город был освобожден войсками Красной Армии и Говаров добровольно вступает в ее ряды Он сформировал артиллерийский дивизион который и возглавил Почти 10 лет судьба Говарова тесно связана с этой частью Войдя в состав 51-й стрелковой дивизии он активно воевал против войск Врангеля штурмовал Каховку и Перекоп был дважды ранен Говаров прошел путь от командира дивизиона до начальника артиллерии дивизии За боевые отличия при штурме Перекопа дивизии было присвоено название Перекопской а ее начальник награжден орденом Красного Знамени В годы Гражданской войны Говаров зарекомендовал себя отличным боевым офицером прекрасным специалистом по вопросам артиллерии честным и скромным человеком Впоследствии имея твердые практические навыки по применению артиллерии а также глубокие знания общей тактики будучи требовательным и в то же время чутким и внимательным командиром Говаров занимает должности начальника артиллерии укрепленного района а затем начальника артиллерии 14 и 15 стрелковых корпусов Леонид Александрович в отличие от многих командиров гражданской войны долго до 1942 года оставался беспартийным причиной отказа в приеме была его служба в колчаковской армии Леонид Александрович проявлял высокие требования к профессиональной подготовке не только к подчиненным но в первую очередь к себе несмотря на большую служебную загруженность он находит время для учебы и в 1933 году заочно оканчивает военную академию имени Фрунзе кроме того он самостоятельно изучает немецкий язык и сдает экзамены на военного переводчика в 1936 году Говоров становится слушателем академии генерального штаба в 1938 году еще не окончив академию он был назначен преподавателем тактики в артиллерийскую академию имени Дзержинского Леонид Александрович в новом качестве сумел проявить себя и в следующем 1939 году он получает ученое звание доцента его научная работа была посвящена весьма актуальной теме и носила название атака и прорыв укрепленного района начавшаяся советско-финляндская война привела Говорова в район боевых действий в 1940 году он назначается на должность начальника штаба артиллерии 7-й армии северо-западного фронта здесь ему удалось применить свои теоретические разработки по организации прорыва укрепленного района на практике на линии Маннергейма за успешные действия армии и личные боевые заслуги Говоров получил внеочередное звание комдива и был награжден орденом Красной Звезды в том же году при переаттестации ему было присвоено звание генерал-майора артиллерии и он получил назначение на должность генерал-инспектор артиллерии главного артиллерийского управления Красной армии с началом Великой Отечественной войны Леонид Александрович Говоров был назначен начальником артиллерии западного стратегического направления а позднее резервного фронта В боях под Ельней он зарекомендовал себя не только как талантливый артиллерист но и как военный специалист блестяще разбирающийся в подготовке общевойсковых операций С октября 1941 года он занимает должность заместителя командующего войсками Можайской линии обороны В том же месяце по рекомендации военного совета западного фронта Говоров был назначен командующим пятой армией заменив тяжелораненого генерала Лилюшенко Сложившуюся обстановку под Москвой к этому времени можно назвать критической Основная тяжесть борьбы с немецкими танками легла на артиллерию В связи с этим знания и опыт Говорова приобретали особую ценность в глазах верховного командования С первых дней нового назначения Говоров глубоко и со знанием дела вникает во все детали оперативного построения дает конкретные советы по использованию противотанковой артиллерии и согласованию ее действий с танками и пехотой подтвердив что он может управлять не только артиллерией но и быть хорошим общевойсковым командующим 16 октября 1941 года Леонид Александрович Говоров подписал свой первый приказ войскам в качестве командующего пятой армии его суть состояла в том чтобы не дать немецким дивизиям прорваться на восток вдоль Можайского шоссе как командарм Говоров принял боевое крещение на знаменитом Бородинском поле на пять дней немецкие войска были задержаны армией Говорова на поле русской славы 1812 года все настойчивые попытки противника выйти в район Можайска были отбиты со значительным уроном для немцев только через пять дней город был оставлен большую роль в этом сражении сыграли умело организованные противотанковые оборонительные укрепления и опорные пункты расположенные на наиболее вероятных направлениях действий вражеских танковых группировок в них наряду с полковой и дивизионной артиллерией находились также танки приспособленные для действия из засад в частях формировались команды истребителей танков по 12-15 человек вооруженных противотанковыми гранатами и бутылками с горючей смесью к борьбе с танками широко привлекалась и артиллерия для стрельбы с закрытых огневых позиций наряду с этим большое внимание уделялось устройству других заграждений минных полей противотанковых рвов эскарпов и контрэскарпов минированных лесных завалов в сложнейшей обстановке Говоров проявил себя решительным и инициативным командующим твердый и четко управлявшим войсками как в обороне так и в наступлении после захвата противникам Можайска в распоряжении Говорова была передана еще одна дивизия перед ним была поставлена задача контратаковать противника и вернуть захваченный Можайск однако трезво оценивая обстановку Говоров понимал что этих сил явно недостаточно да и нецелесообразно вести борьбу за возвращение города он сумел убедить в этом высшее командование и смог организованно отвести свои части на новые укрепленные рубежи не дав противнику окружить их и уничтожить по отдельности в начале контрнаступления советских войск под Москвой армии центрального участка западного фронта уступали противнику в живой силе примерно в полтора а в артиллерии в два с половиной раза перед пятой армией Говорова была поставлена задача сковать силы немцев на своем участке и воспрепятствовать переброске дополнительных дивизий на направлении ударных группировок советских войск севернее и южнее Москвы в соответствии с этим войска пятой армии своим центром и левым флангом должны были наступать в обход Можайска с юга тесно взаимодействуя с соседней 33-й армией когда же ее наступление немцам удалось приостановить Говоров проявив инициативу умело перегруппировал силы и средства на свой правый фланг в дальнейшем войдя во взаимодействие с 16-й армией Рокоссовского он сумел добиться значительного успеха и вновь перегруппировав ударные силы развил наступление на левом фланге что привело к освобождению города Рузы Заслуги Говорова в сражениях под Москвой а также успешные действия под его командованием 5-й армии в период дальнейшего зимнего наступления были отмечены присвоением ему звания генерал-лейтенант артиллерии и награждением его дважды орденом Ленина Весной 1942 года Говоров назначается командующим группой войск Ленинградского фронта а в июне командующим войсками этого фронта В период героической обороны города продолжавшийся 900 дней 670 дней город защищался под непосредственным руководством Леонида Александровича Задачу усиления внешних оборонительных рубежей командующий фронтом решил созданием на ближних подступах к Ленинграду пяти полевых укрепленных районов и размещением в них отдельных артиллерийско-пулеметных батальонов Одновременно Говоров добился усовершенствования построенных ранее оборонительных рубежей сооружения новых отсечных позиций и ходов сообщения В Ленинграде Говоров впервые в масштабе фронта применил систему сплошных траншей связав оборонительные укрепления в единое целое Он также перестроил систему применения минометов Это придало обороне устойчивость обеспечило скрытный маневр силами и средствами по фронту и из глубины и позволяло быстро сосредоточивать войска на различных направлениях при возникновении угрозы нападения Все это резко снизило потери войск от артиллерийского и минометного огня противника Такая оборона позволила переключить часть огня противника с города на внешнюю укрепительную линию что в свою очередь сохранило жизни многим ленинградцам и спасло большое количество памятников архитектуры города Но и оборонительные сооружения в самом городе не остались без внимания нового командующего Город был разделен на семь частей Семь боевых секторов обороны В каждом секторе был назначен командир который отвечал за подготовку городских кварталов к обороне против пехоты танков авиации и флота противника При этом командующий фронтом делал все для того чтобы силы внутренней обороны при необходимости были способны самостоятельно отразить наступление вражеских войск В связи с этим все сектора были оснащены оружием и боевой техникой Леонид Александрович Говаров являясь профессиональным артиллеристом был мастером огневого поражения противника организации боевого применения крупных масс артиллерии для решения самых разнообразных задач Именно артиллерия сорвав штурм города вынудила противника перейти к позиционной обороне Затем она успешно противостояла дальнобойным вражеским батареям державшим на прицеле город Действия артиллерии имели первостепенное значение и тогда когда перешедшим наступление советским войскам пришлось взламывать железобетонные укрепления глубоко эшелонированные оборонительные полосы которыми враг опоясал Ленинград генерал Говоров принял все возможные меры для нейтрализации дальнобойной артиллерии противника для контрбатарейной борьбы командующий фронтом выделил штабу артиллерии две авиационные корректировочные эскадрильи что позволило заметно повысить точность стрельбы по вражеским батареям эффективными были комбинированные удары бомбардировочной и штурмовой авиации в то же время Говорову удалось реализовать план выдвижения позиций тяжелой артиллерии далеко вперед часть орудий была переброшена через финский залив на арененбаумский плацдарм увеличилась дальность стрельбы что дало возможность вести огонь во фланг и тыл группировки врага под руководством Говорова на Ленинградском фронте артиллерия впервые стала как тактическим так и оперативным средством в руках командования творчески решил Говоров и вопрос централизации управления средствами противовоздушной обороны что значительно повысило эффективность борьбы с авиацией противника усилия фронтовой армейской и морской авиации были объединены путем создания оперативных авиагрупп что способствовало массированному применению авиации на решающих направлениях командующий фронтом много внимания уделял также организации взаимодействия войск с Балтийским флотом и Ладожской военной флотилией основное внимание Леонида Александровича было приковано к противнику Говоров в течение многих дней и ночей изучал его собирая в единое целое любую о нем информацию и со временем знал расположение немецких частей по всему периметру блокады вплоть до батальона вся работа командующего была направлена на прорыв блокады и впервые в ходе Великой Отечественной войны ему удалось осуществить прорыв сильно укрепленной обороны противника подготовка к этой операции впрочем как и ко всем другим Говоровым была проведена самым тщательным образом казалось принципиально невозможным преодолеть по льду реку шириной в 600-700 метров а затем взобраться на ее обрывистый берег на котором противник заранее устроил мощную систему огневых точек План операции был подготовлен к концу ноября 1942 года Руководителям подразделений был дан месячный срок на подготовку своих частей к наступлению 12 января 1943 с массированной артиллерийской подготовки начался штурм занятого противником берега Невы прямой наводкой были уничтожены береговые огневые точки врага затем на лед Невы одновременно вступили 4 дивизии в центре шла 136-я дивизия генерала Симоника тщательно подготовленная в тренировочных маневрах на нее была возложена самая ответственная задача и от успеха ее действий зависел результат всего боя не все шло гладко а противник бросал в бой все новые резервы Говаров противопоставлял этому непрерывное наращивание силы ударов авиации и артиллерии чтобы не нарушить ледяного покрова на Неве при ее форсировании подавление вражеской обороны уничтожение опорных пунктов и сооружений противника на переднем крае осуществлялись исключительно огнем орудий выделенных для стрельбы прямой наводкой столь оригинальный способ артподготовки атаки позволил не только сохранить лед но и дал отличные результаты при уничтожении огневых средств живой силы врага и разрушении его укреплений на переднем крае и в непосредственной близости от него наступление советских дивизий продолжалось семь суток бои велись и днем и ночью войскам удавалось продвигаться вперед всего лишь на 1-2 километра в течение дня очень медленно войска ленинградского и волховского фронтов шли навстречу друг к другу и 18 января 1943 года произошло их соединение в районе рабочих поселков номер один и номер пять блокада была прорвана еще 15 января 1943 года Леонид Александрович Говаров получил звание генерал-полковника а через неделю после успешного завершения прорыва блокады он был награжден орденом Суворова первой степени но враг еще оставался под стенами города сразу же после успешного завершения операции Говаров начал подготовку к решающим сражениям по полному разгрому врага под стенами Ленинграда к наступательной операции войск Ленинградского фронта в январе 1944 года Говаров готовился особенно обдумывая и взвешивая каждую деталь он решил отказаться от принятого принципа прорыва обороны противника в наиболее слабом месте и выбрал для основного удара наиболее мощный участок обороны немцев такое свое решение он объяснил условиями местности и дальнейшими перспективами развития наступления отстаивая будущий план операции он говорил что прорвать оборону на слабейшем участке будет легче но затем войскам станет трудно передвигаться в условиях болотистой местности и быстрое наступление развить не удастся а тем временем противник сумеет организовать новый мощный рубеж обороны который придется снова прорывать уничтожить более сильную линию обороны имея ввиду красное село будет сложнее но овладение этим районом даст в дальнейшем открытую дорогу на гатчину и позволит нанести удар в тыл сразу двум немецким армиям в последующие месяцы началась активная подготовка командования штаба и войск ленинградского фронта к решающим сражениям за полный разгром частей вермахта под Ленинградом в это же время Говоровым была проведена Синявинская операция по овладению ключевой позицией врага главными высотами в обширном болотистом районе Синявина операция длилась трое суток и закончилась полным успехом советских частей в самый разгар подготовки операции по разгрому немцев под Ленинградом пришло постановление о присвоении Говорову звания генерала армии что означало признание его как полководца в январе 1944 года войска под командованием Говорова успешно провели Красносельско-Ропшинскую наступательную операцию за 17 суток они продвинулись на 70 100 километров от Ленинграда освободили Пушкин Красногвардейск другие города и вышли на рубеж реки Луги и форсировали ее на отдельных участках в военной истории найдется очень мало примеров того чтобы находившиеся долгое время в осаде войска сумели нанести столь сокрушительное поражение осаждавшему их противнику в ходе данной операции немецкая 18-я армия группы армий Север была практически полностью разгромлена за успешное проведение операции по разгрому противника под Ленинградом Говоров был награжден вторым орденом Суворова первой степени в июне этого же года Ленинградский фронт провел Выборгскую операцию по разгрому группировки противника на Карельском перешейке Система обороны имелась здесь в глубину до 100 километров и была оснащена всеми современными видами фортификационных сооружений По советско-финляндской войне Говоров был хорошо знаком с линией Маннергейма но теперь перед ним предстала и вторая мощная полоса обороны оснащенная целым рядом узлов сопротивления большим количеством дотов и казематов Наступление началось 10 июня 1944 года и за первые сутки советские войска прорвали оборону на 20-километровом фронте При планировании операции Говоров отказался от традиционного двухэшелонного построения войск так как условия местности не позволяли проводить сложные маневры и глубокие удары крупными массами танков и других механизированных соединений вместо второго эшелона был создан сильный фронтовой резерв из 10-ти стрелковых дивизий нескольких танковых и артиллерийских частей все это позволило сосредоточить на первом мощном ударе основные силы и при подходе к новой оборонительной линии противника сохранять преимущество в людях и технике 14 июня и вторая линия обороны новая линия Маннергейма тоже была прорвана в результате второй атаки при поддержке всей артиллерии и бомбардировочной авиации советские войска вышли на государственную границу с Финляндией 18 июня 1944 года через 4 дня после успешного завершения операции на Карельском перешейке Леониду Александровичу Говорову было присвоено звание маршала Советского Союза войска Ленинградского фронта под командованием Говорова продолжали вести активные наступательные действия и осенью 1944 года в это время им были успешно проведены операции по освобождению Эстонии а в тесном взаимодействии с Балтийским флотом была проведена десантная операция по освобождению островов Моузунтского архипелага до конца Великой Отечественной войны Говоров оставался командующим Ленинградским фронтом с октября 1944 года он одновременно координировал действия своего а также 2-го и 3-го прибалтийских фронтов являясь представителем ставки Верховного Главнокомандования В январе 1945 года за боевые заслуги проявленные в годы войны Леонид Александрович Говоров был удостоен звания Героя Советского Союза В конце войны полководческий талант и личное мужество Леонида Александровича были отмечены Орденом Победа Война окончена Но и в мирное время Говоров находился на ответственных постах в вооруженных силах СССР С июля 1945 по апрель 1946 года он был командующим войсками Ленинградского военного округа главным инспектором сухопутных войск затем с апреля 1946 по июль 1948 года главным инспектором вооруженных сил СССР Последующие годы службы Леонида Александровича связаны с войсками противовоздушной обороны Войска ПВО организационно оформились как самостоятельный вид вооруженных сил страны в послевоенное время а именно с 1948 года Первым командующим войсками ПВО был назначен Говоров Кроме этого нового назначения он с мая 1950 года одновременно являлся заместителем военного министра СССР В мае 1954 года Говоров стал главнокомандующим войсками ПВО страны заместителем министра обороны На этой должности Леонид Александрович трудился до конца своей жизни и в войсках противовоздушной обороны его называли главкомом номер один Говоров как всегда с головой ушел в работу На его плечи легло решение многих вопросов по совершенствованию вооружения войск ПВО Им было начато перевооружение истребительной авиации ПВО с поршневых на реактивные самолеты Более современной техникой были оснащены иноземные части Создавались зенитные артиллерийские комплексы и велась большая работа по организации дистанционного управления ими Военные заслуги Леонида Александровича Говорова были высоко оценены Кроме звезды героя и ордена победа он был награжден пятью орденами Ленина тремя орденами Красного Знамени двумя орденами Суворова первой степени орденом Кутузова первой степени орденом Красной Звезды многими медалями 19 марта 1955 года после тяжелой продолжительной болезни Леонид Александрович Говоров скончался Урна с его прахом захоронена в Кремлевской стене Рокоссовский Константин Константинович Годы жизни 20 декабря 1896 3 августа 1968 года Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский родился 20 декабря 1896 года в городе Великий Луки в семье железнодорожника Ксаверия Рокоссовского В начале века семья переехала в Варшаву Константин окончил четырехклассное городское училище но вскоре его отец попал в железнодорожную катастрофу был тяжело ранен и проболев длительное время скончался оставив семью без средств к существованию вскоре скончалась и мать Константину пришлось оставить учебу и пойти работать в начале Первой мировой войны он вступил добровольцем в Пятый Каргопольский Драгунский полк и уже в первые месяцы войны принял участие в сражениях с немцами и австро-венграми В октябре 1914 года за доставку важных сведений из занятого противником города Рокоссовский был награжден Георгиевским Крестом Четвертой степени На молодого Драгуна обратило внимание начальство Рокоссовский был зачислен в команду по подготовке унтер-офицеров В 1917 году Рокоссовского как пользующегося авторитетом среди солдат выбирают в эскадронный полковой комитет а затем назначают секретарем в полковую Георгиевскую думу В период разложения старой армии в Каргопольском Драгунском полку было объявлено о демобилизации личного состава Но часть полка сформировав свой красногвардейский отряд в начале февраля прибыла в Вологду В этом отряде находился и Константин Рокоссовский Так начался его путь в Красной армии Большую часть гражданской войны Рокоссовский провел на Урале и в Сибири пройдя путь от командира эскадрона до командира конного полка 4 ноября 1919 года Рокоссовский за бой под станицей Вокоринской в которой он захватил батарею противника был награжден орденом Красного Знамени После окончательного разгрома армии Колчака 30-я дивизия в которой служил Рокоссовский была направлена на монгольскую границу где вскоре приняла участие в боях с отрядами Унгерна За бой под станицей Желтуринской где Рокоссовский получил ранение в ногу он был награжден вторым орденом Красного Знамени В декабре 1921 года Рокоссовский был переведен на новое место службы командиром 3-й бригады 5-й кубанской кавалерийской дивизии находящейся в Забайкалье В 1924 году он был послан на учебу в Ленинград в высшую кавалерийскую школу руководителем которой был Примаков Кроме теоретических занятий курсанты осваивали высшие формы верховой езды занимались фехтованием В августе 1925 года Рокоссовский вернулся в Забайкаль Осенью 1929 года он принял участие в вооруженном конфликте с китайцами на китайско-восточной железной дороге КВЖД Здесь Рокоссовский был награжден третьим орденом Красного Знамени Вскоре он получил назначение на должность командира 7-й Самарской кавалерийской дивизии находящейся в окрестностях Минска Однако прослужил он там недолго Обострившиеся отношения с Японией на Дальнем Востоке вызвали необходимость переброски туда новых соединений и знающих командиров каким уже зарекомендовал себя Рокоссовский Здесь он вступил в командование 15-й кавалерийской дивизии которую довел до совершенства За подготовку частей дивизии он был награжден орденом Ленина а в 1935 году ему было присвоено звание комдива В следующем году он получил назначение на должность командира 5-го кавалерийского корпуса входившего в состав Ленинградского военного округа Однако в августе 1937 Рокоссовский по ложному обвинению в связях с польской и немецкой разведкой был арестован Лишь в марте 1940 года благодаря заступничеству нового наркома обороны Тимошенко Рокоссовский был освобожден и восстановлен в прежней должности комкора В 1940 году в военной жизни Рокоссовского произошло серьезное изменение В связи с падением в войне роли кавалерии и с возрастанием роли механизированных войск многие бывшие кавалерийские командиры пересели с лошадей в танки Среди них был Рокоссовский назначенный командиром 9-го механизированного корпуса в Киевском военном округе Но к началу войны корпус имел лишь танки устаревших образцов Т-26 БТ-5 БТ-7 новых танков в соединении не было Это заставило Рокоссовского по собственной инициативе задержать артиллерийские полки дивизий которые по требованию штаба округа должны были выдвигаться на полигоны При первых тревожных сведениях с границы Рокоссовский по собственную ответственность вскрыл мобилизационный план содержащийся в секретном пакете штаба корпуса а также центральные склады с боезапасами и горючим Это позволило его корпусу в короткий срок выступить в направлении Новоград-Волынский ровно Луцк 24 июня стало днем боевого крещения для всего состава корпуса принявшего участие в пограничных сражениях с войсками группы армии Юг За подготовку корпуса к первым боевым действиям Рокоссовский был награжден четвертым орденом Красного Знамени Вскоре он был вызван в Москву где получил приказ возглавить одну из групп по деблокированию в районе Смоленска окруженных советских частей Но поскольку этой группы Рокоссовского не было ему пришлось сколачивать ее с самого начала собирая по пути отступавшие войска Все это позволило ему овладеть Ярцевом форсировать реку Вонь и закрепиться на ее западном берегу Зажатые в кольцо советские войска вырвались из окружения Прорвавшаяся из Смоленска 16-я армия была объединена с группой Рокоссовского и стала серьезной силой на Смоленском направлении В разгар Ельнинской операции она отвлекала на себя силы группы армий Центр не позволяя командованию вермахта перебрасывать их под Ельню Но в самом начале немецкого наступления на Москву операция Тайфун по приказу командующего Западным фронтом генерала Конева большинство соединений армии Рокоссовского было передано в соседнюю армию 16-ю армию пришлось формировать заново собирая по пути отступавшие соединения армия Рокоссовского действовала теперь в районе Волоколамска где утром 16-го октября против нее начали наступление 4 дивизии противника Недостаток боеспособных соединений Рокоссовский возмещал с созданием глубоко эшелонированной обороны и привлечением для борьбы с танками противника всей имевшейся артиллерии К середине ноября его армия получила свежие пополнения прибывшие из Сибири и Средней Азии Как раз начался новый этап гитлеровского наступления на Москву бои велись уже на берегах Истринского водохранилища были потеряны Солнечногорский Клин бои приблизились к деревне Грюково важному узлу дорог вблизи столицы несколько раз она переходила из рук в руки но в это время ставка Верховного Главнокомандования и командование Западного фронта уже подготовила контрнаступление для участия в нем действующие армии получили пополнение отборными соединениями 16-я армия как никакая другая была укомплектована и артиллерийскими полками 7 декабря армия Рокоссовского начала наступление и ко второй половине дня освободила город Истру под Сухиничами Калужская область Рокоссовский получил тяжелое ранение по излечении он на короткое время вновь вернулся командовать 16-й армией а затем был назначен командующим войсками Брянского фронта считавшегося относительно спокойным в конце сентября 1942 года Рокоссовскому позвонил Сталин и поинтересовавшись не скучно ли ему на Брянском фронте предложил приехать в Москву где уже шло обсуждение плана контрнаступления под Сталинградом вылетев вместе с Жуковым под Сталинград Рокоссовский вступил в командование Донским фронтом растянувшимся на 400 километров перед началом контрнаступления войска получили свежие пополнения 19 ноября началось контрнаступление и войска 6-й немецкой армии оказались зажатыми в кольцо дальнейшим планом предусматривалось расчленение окруженных войск Паулюса встречными ударами Сталинградского и Донского фронтов для усиления войск Рокоссовского Ставка передала ему отборную 2-ю гвардейскую армию под командованием Малиновского Ставка уже утвердила план завершения Сталинградской битвы но в это же время были получены первые известия о начале операции Зимняя Гроза по деблокированию 6-й армии командующий Сталинградским фронтом генерал Еременко сообщил что он не сможет имеющимися у него силами отразить наступление группы армий Дон и попросил усилить свои войска Василевский настоял перед Сталином на том чтобы 2-я гвардейская армия была использована против группы армий Дон Аркасовский пытался возражать но безрезультатно Сталин лишь разрешил Аркасовскому прекратить операцию по расчленению войск Паулюса и перейти к обороне после отражения наступления группы армий Дон армия Малиновского была передана в состав Сталинградского фронта становилось очевидно что сокращение масштабов операции и сосредоточение ее на одном объекте требовали передачи управления единому командующему им мог быть или командующий Сталинградским фронтом Еременко или командующий Брянским фронтом Рокоссовский выбор Сталина пал на Рокоссовского перед началом операции Кольцо Рокоссовский предъявил командованию 6-й армии ультиматум предложив им сдаться на почетных условиях с оказанием медицинской помощи предоставлением полноценного питания сохранением личного холодного оружия офицерам и боевых наград Немецкое командование приняло парламентеров но объявило им что не имеет приказа на сложение оружия На следующий день началась операция Кольцо от 27 января и сдача в плен немецких солдат и офицеров 31 января сдался командующий 6-й немецкой армии генерал фельдмаршал фон Паулюс он был привезен в штаб фронта и допрошен наркосовским и представителем ставки маршалом артиллерии Вороновым Паулюсу предложили отдать приказ о капитуляции своих войск во избежание бессмысленного кровопролития но он отказался сказав что теперь не является их командующим уже к утру следующего дня к части города занятой немецкими войсками были стянуты все гвардейские минометы плотность орудий на километр фронта доходила до 338 а всего минометов было 1656 после 15-минутного огневого налета началась массовая сдача в плен всей 91-тысячной сталинградской группировки за сталинградскую битву Рокоссовский был награжден орденом Суворова первой степени Донской фронт был переименован в Центральный и все его силы было приказано переместить в район Ельца однако значительных результатов достичь не удалось и фронт стабилизировался в районе Курской Орла в ходе наступления советских войск образовалась Курская Дуга северный фас который занимал Центральный фронт перешедший к обороне гитлеровское командование на протяжении нескольких месяцев готовило операцию Цитадель намереваясь нанести в расположении Центрального фронта главный удар на Паныри который обороняла 13-я армия генерала Пухова В ночь с 4-го на 5-е июля командарм позвонил Рокоссовскому и сообщил что захвачен разведкой немецкий сапер делающий проходы в минных полях который сообщил что в 3 часа ночи начнется немецкое наступление Рокоссовский сообщил об этом Жукову находившемуся в штабе фронта тот ответил что время терять нельзя и предоставил Рокоссовскому право самому решать открывать ли артиллерийскую подготовку Рокоссовский отдал соответствующее приказание Жуков немедленно доложил Сталину о начале Курской битвы немецкие войска все же начали наступление получив сведения об атаках противника Рокоссовский не стал требовать от командиров срочных донесений а объявил своему штабу что отправляется спать он знал что командармы позвонят сами когда у них появятся новости как и предполагал Рокоссовский главный удар в полосе его фронта противник обрушил на паныри противник вводил в бой все свои резервы но за 4 дня смог продвинуться не более чем на 10 километров 12 июля немецкие войска перешли к обороне однако и советские войска были измотаны длительными боями и нуждались в пополнении но им был отдан приказ о переходе в наступление к которому они не были достаточно подготовлены противник же использовал многочисленные укрепления и нередко переходил в контратаки лишь 5 августа войска Центрального фронта освободили Орел а войска Воронежского фронта Белгород в честь этой победы в Москве прозвучал первый салют 12 залпами из 120 орудий войска Центрального фронта полностью освободили Курскую область южную часть Брянской а затем начали освобождение северных районов левобережья Украины и юго-восточной Белоруссии пройдя за 10 дней 180 километров В 1944 году решающие бои развернулись за освобождение Белоруссии Войска четырех фронтов принимали участие в операции Багратион Рокоссовский командовал войсками Первого Белорусского фронта который растянулся на 700 километров План Рокоссовского предусматривал разгром группировки противника в районе Жлобина а затем непрерывные наступления на Бобруйск Осановичи и Минск путем одновременных равных по силе ударов один по западному берегу Березины другой по ее восточному берегу это исключило бы возможность маневра для немецкого командования и ввело бы его в заблуждение о планах командования фронта для переброски через Белорусские болота танковых соединений саперы снабдили каждый танк фашинами и бревнами перед началом наступления Рокоссовский объехал все войска своего фронта он сумел сделать все возможное чтобы для прорыва долговременной обороны противника на километр фронта было сосредоточено до 200 орудий начавшееся 24 июня наступление развивалось по плану в течение пяти дней советские войска продвинулись на глубину до 110 километров в бой была введена вся 16 воздушная армия насчитывавшая 400 бомбардировщиков в районе Бобруйска была уничтожена 10-тысячная группировка противника 3 июля танкисты 1-го Белорусского фронта освободили Минск зажав восточнее него войска 4-й немецкой армии около 100 тысяч человек 17 июля по улицам Москвы были проведены колонны немецких пленных захваченных в Белоруссии 29 июня Рокоссовскому было присвоено звание маршала Советского Союза к середине июля войска Рокоссовского подошли к западному Бугу за которым начиналась Польша В Ставке уже было решено что после овладения Брестом войска 1-го Белорусского фронта двинутся на Варшаву 1-го августа 2-го октября произошло неудачное Варшавское восстание В середине октября штаб Рокоссовского занимался разработкой операции по овладению Варшавой но неожиданно Рокоссовскому позвонил Сталин и объявил что он назначается командующим 2-м Белорусским фронтом на его место назначался Жуков теперь Рокоссовскому предстояло действовать на территории Восточной Пруссии против немецких войск пробивавшихся к Балтийскому морю Сталин требовал ускорить переход наступления в связи с тяжелым положением союзников войска Рокоссовского имели численное превосходство как в людях так и в технике однако им предстояло прорывать единый мощный укрепленный район противник отчаянно сопротивлялся но 20 января 1945 года войска 2-го Белорусского фронта вступили в Восточную Пруссию через 3 дня передовые танковые соединения ворвались в Эльбинг и вышли к побережью Балтийского моря немцы пытались нанести контрудар но он не увенчался успехом Рокоссовский приступил к разгрому восточно-померанской группировке противника утром 5 марта был взят Кеслин а 30 марта Данцик на следующий день было объявлено о награждении Рокоссовского высшим военным орденом Победа 3 мая танкисты 2-го Белорусского фронта встретились с солдатами британской армии а через 4 дня в Висмаре состоялась встреча Рокоссовского с фельдмаршалом Монтгомери а затем и повторный визит фельдмаршала к Рокоссовскому 2-го мая было объявлено о присвоении Рокоссовскому звания дважды Героя Советского Союза Рокоссовскому предстояла еще одна почетная миссия по случаю победы Сталин решил провести специальный парад командовать которым было поручено Рокоссовскому так завершилась для него Великая Отечественная Война Первые послевоенные годы Рокоссовский провел в Польше Вначале он командовал советскими войсками дислоцированными на ее территории а затем по просьбе Берута Сталин отпустил Рокоссовского на пост министра национальной обороны Польской Народной Республики На этом посту Рокоссовский пробыл до ноября 1956 По смерти Берута Рокоссовский вернулся в Москву где был назначен заместителем министра обороны а затем послан командовать Закавказским военным округом Преклонные годы заставили его попросить перевода в группу генеральных инспекторов Министерства обороны В течение нескольких лет несмотря на тяжелую болезнь он проработал над мемуарами солдатский долг Константин Константинович Рокоссовский скончался 3 августа 1968 года Конев Иван Степанович Годы жизни 28 декабря 1897 21 мая 1973 года Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев родился 28 декабря 1897 года в деревне Родейна Вятской губернии в бедной крестьянской семье После окончания инского училища он стал работать табельщиком на лесосплавах Архангельской и Вологодской губерний В 1916 году он был призван в армию и направлен в учебную команду для подготовки унтер-офицеров После окончания учебы Конев отправился на Юго-Западный фронт унтер-офицером 2-го отдельного арт-дивизиона После после распада старой армии Конев вернулся к себе на родину участвовал там в установлении советской власти Вскоре он был избран членом Никольского уездного исполкома а затем назначен военным комиссаром уезда В 1918 году Конев добровольно вступил в ряды Красной армии и в качестве комиссара бронепоезда сражался против армии Колчака на Восточном фронте Затем был назначен комиссаром стрелковой бригады а потом и дивизии После разгрома армии Колчака он в 1921 году был переведен комиссаром штаба Народно-революционной армии Дальневосточной республики действующей против японских интервентов Будучи делегатом 10-го съезда РКПП в марте 1921 года он участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа После Гражданской войны Конев окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава и командовал полком а затем и дивизией В 1934 году он окончил военную академию имени Фрунзе и был назначен командиром стрелковой дивизии Затем Конев был вновь командирован на Дальний Восток где получил назначение командующим особой группой войск в Монголии потом второй отдельной краснознаменной Дальневосточной армией и войсками Забайкальского военного округа Летом 1940 года Коневу было присвоено звание генерал-лейтенанта и он получил назначение на должность командующего Северо-Кавказским военным округом Весной 1941 года Конев по приказу наркома обороны начал формирование 19-й армии из войск своего округа части которой за несколько дней до начала войны стали перебрасываться к границе но к 22-му июня полностью сосредоточены не были главные главные силы армии вступили в боевые действия в июле в районе Витебска где на несколько суток задержали продвижение немецкой 3-й танковой группы затем армия Конева участвовала в Смоленском сражении нанося контрудар под духовщиной в сентябре Коневу было присвоено звание генерал-полковника тогда же он был назначен командующим войсками Западного фронта действующего на московском направлении на 340-километровом отрезке от озера Селигер до Ельни в эти же дни командование вермахта завершило подготовку к операции Тайфун целью которой был захват Москвы в первые же дни оборона войск Западного и Резервного фронтов была прорвана противник продвинулся в глубину от 15 до 70 километров проведенные командованием Западного фронта контрудары не принесли успех это вынудило Конева доложить Сталину о реальности выхода противника в тыл войск первого эшелона и просить его разрешения на отход но Сталин не дал такого разрешения и уже 7 октября немецкие танковые группы соединились в районе Вязьмы взяв в кольцо войска 19 20 24 и 32 армии для расследования случившегося в штаб Конева приехали члены ГКО Молотов и Ворошилов дело шло к отдаче Конева под трибунал но бывшего командующего спас Жуков назначенный на должность командующего Западным фронтом и взявший Конева своим заместителем в середине октября возникла угроза прорыва немецких войск к столице севера и Конев направленный на этот участок сумел провести контрудар в результате которого в районе Торжка была разгромлена прорвавшаяся танковая группировка противника Это реабилитировал Коневу в глазах Сталина который приказал возложить на него командование вновь созданным Калининским фронтом из войск действовавших ранее на правом крыле Западного фронта Войска Калининского фронта первыми начали контрнаступление против гитлеровских войск и уже 5 декабря прорвали оборону 9-й немецкой армии а 16 декабря освободили Калинин К началу января 1942 года войска Конева вышли к Волге северо-западнее Ржева Большую часть 1942 года войска Калининского фронта действовали против Ржевского выступа который Сталин считал важным стратегическим плацдармом противника для нового наступления на Москву Несмотря на то что войска группы армий центр находящиеся в этом выступе окружить не удалось командование вермахта было вынуждено перебрасывать сюда войска с действительно важных стратегических направлений что облегчило положение действующих там советских войск Весной 1943 года Конев был назначен командующим Степнын резервным фронтом силы которого должны были быть введены на втором этапе сражения на Курской дуге но уже на первом этапе по приказу ставки ему пришлось вводить в полосу Воронежского фронта 5-ю гвардейскую танковую и 5-ю гвардейскую армии сыгравшие решающую роль в сражении под Прохоровкой К 13 августа войска Конева подошли к Харькову прорвали внешнее кольцо его обороны а через 4 дня завязали бои на его окраине по приказу Конева город был охвачен почти со всех сторон по единственной шоссейной и железной дорогам противник стал отходить из Харькова 22 августа последовал ночной штурм города и к 12 часам следующего дня город был освобожден чтобы не дать немецким войскам опомниться по приказу Конева был организован авиационный удар по отходящему противнику 28 августа ему было присвоено звание генерала армии 23 сентября была освобождена Полтава а на следующий день был захвачен плацдарм на Днепре северо-западнее Днепродзержинска 5-8 января 1944 года была успешно проведена Кировоградская операция в конце января в результате проведенных операций на стыке 1-го и 2-го бывшего Степнова украинских фронтов в районе Корсунь-Шевченко образовался выступ который Гитлер приказал удержать с целью восстановления обороны под Днепру этот выступ Ставка приказала срезать командующему 1-м украинским фронтом генералу Ватутину и Коневу операция проходила с 24 января по 17 февраля была окружена и уничтожена группировка генерала Штиммермана Коневу было присвоено звание маршала Советского Союза в марте войска 2-го украинского фронта овладели Уманью и форсировали Южный Бук на протяжении 100 километров к концу марта войска вышли на государственную границу перенеся военные действия на территорию Румынии к середине апреля войска Конева достигли Карпат вышли на подступы к Яссам и Кишиневу но Коневу освобождать Молдавию и Румынию не пришлось в мае он был назначен командующим 1-м украинским фронтом целью новой операции был разгром группы Северная Украина освобождение Западной Украины и Юго-Восточной Польши планируя операцию Конев решил нанести два равных по силе удара на Львовском и Раво-Русском направлениях учитывая что это вынудит немецкое командование распылить свои силы 13 июля операция началась и к 18 июля оборона противника была прорвана на глубину 50-80 километров немецкое командование ожидало главного удара на Львовском направлении сосредоточив здесь значительные силы и потому сопротивление на Раво-Русском направлении оказалось незначительным поэтому часть войск Конев повернул в тыл Львовской группировки вскоре под Бродами было окружено 8 немецких дивизий к концу дня 22 июля вражеская группировка была ликвидирована 27 июля были освобождены Львов Перемышль Станислав к 1 августа в районе Сандомера была форсирована Висла и создан важный плацдарм для дальнейшего наступления немецкое командование понимая всю опасность этого плацдарма попыталась нанести по оборонявшимся на нем советским войскам несколько контрударов подтянув для этого 16 пехотных и танковых дивизий тогда Конев ввел в сражение 5-ю гвардейскую танковую армию из своего резерва которая отразила натиск противника за львовско-сандомерскую операцию Коневу было присвоено звание Героя Советского Союза 1 октября войска 1-го Украинского фронта перешли Чехословацкую границу северо-западнее Дукельского перевала и при содействии чехословацких войск овладели перевалом В завершающем Домбровско-северо-западнее Домбровско-селесского района и сохранить Краков Коневу пришлось отказаться от применения артиллерии и авиации и создать для немецких войск угрозу окружения предварительно оставив для них коридор для отхода на юг но лишь только противник оставил Краков и стал отходить как его колонны были накрыты артиллерийским и авиационным огнем Краков послужил для Конева ключом к Селезии Третья гвардейская танковая армия была повернута с Вроцлавского на Селесское направление армии полукольцом охватывали двухсоттысячную группировку немцев угрожая ей окружением но учитывая приказ Сталина сохранить Селесский район от разрушения Конев вновь оставил немцам коридор для отступления Уже к 20-м числам января войска Конева вышли к Кодеру и форсировали его Вместе с командующим Первым Белорусским фронтом маршалом Жуковым Конев настаивал на немедленном наступлении на Берлин где не было создано прочной обороны и не имелось достаточного количества войск но Жуков опасался удара по своему правому флангу со стороны восточно-померанской группировки Коневу же пришлось проводить Нижнеселесскую операцию с целью разгрома группы армий Центр В течение суток 8 февраля войска Первого Украинского фронта прорвали Одерский оборонительный рубеж были захвачены плацдармы на западном берегу Нейсе 1 апреля капитулировал 18-тысячный гарнизон города-крепости Глогау В районе Бреслау была окружена 40-тысячная группировка противника Войска Первого Украинского фронта овладели Нижней Селезией и охватили Верхней Селезскую группировку На правом крыле фронта войска были готовы к штурму Берлина Однако Жуков по-прежнему хотел захватить Берлин самостоятельно Войска Конева должны были разгромить противника южнее Берлина и выйти к Эльбе на соединение с союзными войсками В первый же день наступления 16 апреля войска Конева прорвали главную полосу обороны противника и форсировали Шпрее В это же время войска Жукова застряли на достаточно укрепленных Зиеловских высотах Желая взять Берлин к первому мая Сталин приказал Коневу повернуть танковые армии на Берлин сказав обоим командующим что Берлин возьмет тот кто первым туда ворвется Танковые армии дополнительно усиленные артиллерийскими и авиационными соединениями перешли в наступление и 22 апреля вышли к южной окраине Берлина 25 апреля войска первого белорусского и первого украинского фронтов соединились западнее Берлина вся группировка противника была окружена Гитлер приказал 12-й армии Венка оставить на западе рубеж своей обороны против американцев на Эльбе и направиться к Потсдаму на соединение с окруженной 9-й армией в штаб Венка для координации боевых действий был направлен главный советник Гитлера по оперативно-стратегическим вопросам фельдмаршал Кейтель с севера действия Венка должны были поддерживаться контрударами армейской группы но пробиться к окруженному Берлину Венк не смог 2 мая 1945 года столица Германии капитулировала последним актом в войне для Конева было взятие Праги 9 мая и пленение остатков группы армий Центр за победы на завершающей стадии Великой Отечественной войны Конев дважды был удостоен звания Героя Советского Союза и награжден Орденом Победа в первый послевоенный год Конев был назначен главнокомандующим Центральной Группой войск и Верховным Комиссаром по Австрии После своего возвращения из Австрии он назначается главнокомандующим сухопутными войсками и заместителем министра обороны На этом посту он пробыл до 1950 года С 1950 по 1955 год Конев командовал войсками Прикарпатского военного округа В мае 1955 года был образован Варшавский договор Первым главнокомандующим объединенными войсками которого стал Конев Одновременно в 1956 году он был назначен первым заместителем министра обороны и главнокомандующим сухопутными войсками Конев осуществлял непосредственное руководство подавлением венгерского восстания в октябре ноябре 1956 года В 1961 62 годах Конев являлся главнокомандующим группой советских войск в Германии и принимал активное участие в берлинском кризисе 1961 года Иван Степанович Конев скончался 21 мая 1973 года Малиновский Родион Яковлевич Годы жизни 23 ноября 1898 31 марта 1967 года Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский родился в Одессе 23 ноября 1898 года Он рос без отца и вскоре переехал с матерью в сельскую местность где она нашла место кухарки при сельской больнице Здесь мальчика определили в местную церковно-приходскую школу Окончив школу в 1911 году Родион нанимается в батраки Вскоре он уезжает в Одессу где работает разнорабочим и подручным в галантерейной мастерской С началом Первой мировой войны Родион Малиновский решает отправиться на фронт добровольцем Он тайком уезжает на фронт в воинском эшелоне и добивается зачисления в ряды действующей армии Его зачисляют рядовым в пулеметную команду 256-го Елизаветградского полка 64-й дивизии Уже 14 сентября 1914 года он принимает боевое крещение при форсировании реки Неман В октябре 1915 за бой у Кальварии Родион получает свою первую награду Георгиевский крест 4-й степени и производится в Ефрейторы По ранению полученному в бою под Сморгонью он был эвакуирован в тыл а затем снова вернулся в строй В феврале 1916 года вместе с русским экспедиционным корпусом Малиновский был отправлен во Францию в составе 4-й пулеметной команды 2-го особого пехотного полка В конце июня полк был направлен на фронт в начале в район Реймса затем под Сюлери и форт Бремон В апреле 1917 года в бою под фортом Родион Малиновский был тяжело ранен разрывной пулей в левую руку и надолго оказался прикованным к больничной койке Он был награжден за храбрость и героизм После октября 1917 года русские полки были разоружены а часть солдат отправили на работу в каменоломне Другим в том числе и Малиновскому было предложено вступить в иностранный легион и продолжить борьбу с кайзеровской Германией Еще два года войска экспедиционного корпуса оставались во Франции Малиновский воевал в составе иностранного легиона 1-й марокканской дивизии и за отвагу в боях в Пикардии был отмечен второй французской наградой В Россию он возвратился в 1919 году В составе 240-го полка Красной армии на Восточном фронте Малиновский участвовал в освобождении от войск Колчака Омска Новониколаевска сражался за Ачинск и Мариинск В 1920 году его посылают в школу подготовки младшего командного состава и окончив ее в декабре того же года он принимает под свое командование пулеметный взвод Вскоре Малиновского назначают начальником пулеметной команды В 1923 году он уже командир батальона 240-го стрелкового полка В 1927 В 1927 Родион Яковлевич становится слушателем военной академии имени Фрунзе которую через три года заканчивает по первому разряду После окончания академии Малиновский некоторое время проходит службу в должности начальника штаба 67-го кавалерийского полка 10-й кавалерийской дивизии Затем в течение нескольких лет служит в штабах Северокавказского и Белорусского военных округов Став начальником штаба 3-го кавалерийского корпуса Малиновский работал вместе с Тимошенко который был командиром корпуса Эта совместная работа оказала большое влияние на дальнейшую военную карьеру Родиона Яковлевича С января 1937 до мая 1938 года Малиновский находился в Испании где его называли полковником Малино Он помогает республиканцам в разработке планов военных операций передает свой военный опыт участвует в боях С его именем связаны многие места в Испании Махадаонда Гвадалахара Сеговия Барселона и другие Деятельность Малиновского в Испании была отмечена орденами Ленина и Красного Знамени После возвращения на родину Родион Яковлевич стал старшим преподавателем кафедры службы штабов военной академии имени Фрунзе Весной 1941 года он получает назначение в Одесский военный округ на должность командира 48-го стрелкового корпуса За неделю до начала Великой Отечественной войны корпус был выдвинут к реке Прут на границу СССР Для Родиона Яковлевича Малиновского первые сражения с противником начались 22 июня 1941 года Остановить врага на границе корпусу было не по силам Численное превосходство его было очевидным С тяжелыми непрерывными боями части корпуса вынуждены были отходить на Котовск Николаев Херсон Немцы постоянно пытались окружить корпус и только в районе Николаева смогли взять его в кольцо Но отчаянные сопротивления солдат и умелые управления войсками со стороны командования корпуса смогли прорвать кольцо окружения и вскоре части корпуса соединились с основными силами Южного фронта В августе Млиновский был назначен начальником штаба 6-й армии а затем стал ее командующим Почти месяц войска 6-й армии вели оборонительные бои в районе Днепропетровска успешно отражая все атаки превосходящих сил противника Немцы так и не смогли прорваться на этом участке и перенесли свои усилия на другие позиции За успехи в боях Малиновскому присваивается воинское звание генерал-лейтенанта и он награждается орденом Ленина Затем осенью 1941 года под его командованием армия с не меньшей стойкостью защищала Донбасс В декабре 1941 года Малиновский был назначен командующим войсками Южного фронта В начале января 1942 года войска Южного фронта при взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта провели наступательную операцию в районе Барвенково и Лозовая В ходе наступления был захвачен плацдарм на правом берегу Северного Донца Ведя ожесточенные бои войска Южного фронта причинили противнику большие потери и сковали в этом районе его крупные силы Немецкое командование не смогло перебросить отсюда части на другие направления в том числе и к Москве где началось контрнаступление советских войск на втором этапе битвы за столицу Малиновский не исключал возможности наступления немцев на юге и предпринял ряд мер по укреплению обороны по его приказу были созданы до четырех оборонительных рубежей а 24-я армия входившая во второй эшелон получила задачу быть готовой к совместным военным действиям на стыке с войсками Юго-Западного фронта летом 1942 года немецкие части упорно рвались к Кавказу войскам Южного фронта пришлось отходить правда отход за реку Дон был осуществлен сравнительно организованно и последовательно от одного рубежа к другому а на южном берегу Дона Малиновскому и штабу фронта удалось организовать оборону затем Южный фронт сливается с вновь созданным Северо-Кавказским фронтом Малиновский назначается заместителем командующего новым фронтом вскоре ему было приказано принять под свое командование вторую гвардейскую армию в ноябре 1942 года в междуречье Волги и Дона советскими частями была окружена 6-я немецкая армия под командованием Паулюса положение ее с каждым днем становилось все более критическим для деблокирования немецких войск создается группа армий Дон которую возглавил фельдмаршал Манштейн под его командованием находилось 30 дивизий немецкое командование рассчитывало одновременным встречным ударом войск Паулюса и Манштейна разорвать кольцо окружения и восстановить утраченные под Сталинградом позиции в декабре войска Манштейна перешли в наступление и к 20 декабря между двумя немецкими армиями оставалось расстояние чуть больше 40 километров но действия 2-й гвардейской армии помешали противнику осуществить план в задачу Малиновского входило не только остановить дальнейшее продвижение немецкой группировки Дон но и разгромить ее упредив противника Малиновский сумел раньше Манштейна выдвинуться на выгодный рубеж на реке Мышкове и прочно закрепиться на нем затем в ходе операции в районе Котельникова и Тормосина 2-я гвардейская армия во взаимодействии с 5-й ударной и 51-й армиями разгромила войска группы армии Дон за блестяще проведенную операцию Родион Яковлевич Малиновский был награжден орденом Суворова 1-й степени в начале февраля 1943 года уже в чине генерал-полковника Малиновский становится командующим войсками Южного фронта войска этого фронта 14 февраля освободили Ростов-на-Дону в марте 1943 года Малиновский был назначен командующим войсками Юго-Западного фронта и ему было присвоено звание генерала армии 13 августа 1943 года войска Юго-Западного и Южного фронтов начали проведение операции по освобождению Донбасса К 22 сентября войска Малиновского отбросили противника к Днепру южнее Днепропетровска и продолжили наступление на Запорожье Запорожская наступательная операция 10-14 октября 1943 года стала одной из самых заметных в ходе битвы за Днепр ее результатом стало освобождение Запорожья важного узла обороны противника и ликвидация плацдарма на левом берегу Днепра были созданы благоприятные условия для развертывания наступления на Криворожском направлении и в тыл Мелитопольской группировки противника с выходом к низовьям Днепра а это в свою очередь позволяло блокировать с суши 17-ю немецкую армию в Крыму При проведении операции потери немцев составили 5 пехотных и 1 моторизованную дивизии За ее успешное проведение Родион Яковлевич Малиновский был награжден орденом Кутузова 1-й степени 20 октября 1943 года Юго-Западный фронт был переименован в Третий Украинский Командующим фронтом остался Малиновский Развивая наступление войска фронта освободили Днепропетровский промышленный район и захватили плацдарм на правом берегу Днепра Большого успеха войска Третьего Украинского фронта добились на правобережной Украине В феврале 1944 года силами двух фронтов Третьего и Четвертого Украинских успешно была проведена Никопольско-Криворожская наступательная операция в результате которой был ликвидирован немецкий плацдарм на левом берегу Днепра и освобождены города Никополь и Кривой Рог 28 марта был освобожден Николаев а 10 апреля Одесса войска Третьего Украинского фронта продвинулись на 180 километров и разгромили шесть немецких дивизий захватив выгодные плацдармы на Днестре они создали условия для последующих операций по освобождению Молдавии и выходу на Балканы не говоря уже о том что с освобождением Одессы немецкие группировки в Крыму оказались в безнадежном положении В мае 1944 Родион Яковлевич Малиновский вступил в командование войсками 2-го Украинского фронта Под его руководством штаб фронта приступил к разработке Ясско-Кишиневской операции Ее целью был разгром немецкой группировки Южная Украина а также полное освобождение Молдавии и вывод из войны Румынии Операция проводилась силами двух фронтов 2-го и 3-го украинских при взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской речной флотилией При разработке плана операции Малиновский решает нанести удар по наиболее уязвимому месту немецкой обороны в обход укрепленных районов На этом месте он сосредоточивает половину стрелковых дивизий орудий и минометов и больше половины всех танков Оперативное построение войск два эшелона эшелон развития успеха и резерв Малиновский самым тщательным образом изучил оборону противника на участке прорыва Были определены все ключевые опорные пункты проведена аэрофотосъемка Танкисты изучали маршруты движения по фотографиям и до переднего края обороны по несколько раз проходили его пешком На крупномасштабной карте была проиграна вся операция и каждый командир дивизии хорошо знал зону своего действия Наступление началось утром 20 августа после мощной артиллерийской подготовки плотность огня 240 орудий и минометов на 1 километр Хорошо организованная операция позволила быстро прорвать оборону противника и ввести в боевые действия войска эшелон развития успеха уже в первый день сражения мощные подвижные соединения устремились вглубь расположений противника и 23 августа танковые соединения 2-го украинского фронта соединились с войсками 3-го украинского замкнув кольцо окружения в нем оказалось 5 немецких корпусов которые в течение нескольких дней были полностью разгромлены успехи войск 2-го и 3-го украинского фронтов оказали решающее влияние на изменение политической обстановки в Румынии антифашистские силы страны 23-го августа свергли режим Антонеску и образовали новое правительство которое 24-го августа заявило о выходе из войны на стороне Германии и объявило ей войну разгром главных сил группы армии Южная Украина вызвал и другие крупные политические события в Европе 29-го августа вспыхнуло восстание в Словакии в Венгрии было образовано новое буржуазное правительство которое стало искать пути выхода из войны за успешное руководство операции Родиону Яковлевичу Малиновскому было присвоено звание маршала Советского Союза Наступление войск 2-го Украинского фронта продолжалось и к октябрю 1944 года пройдя на запад и северо-запад до 500 километров они подошли к границам Венгрии и Югославии В октябре перед Малиновским была поставлена задача по разгрому войск противника в северных районах Румынии и на территории юго-восточной Венгрии К этому времени в оперативном подчинении Малиновского находились и румынские части Войскам 2-го украинского фронта противостояла группа армий Юг состоящая из 8-й и 6-й немецких 3-й и 2-й венгерских армий Малиновский разработал и успешно провел Дебрицинскую наступательную операцию Наступление началось 6-го октября В ходе напряженных боев был отражен контрудар трех армийских и одного танкового корпусов противника Войска фронта нанесли тяжелые поражения группе армии Юг были разгромлены 10 немецких дивизий К 28-му октября был освобожден Дебрицин и захвачен крупный оперативный плацдарм на западном берегу Тисы За время проведения операции войска 2-го Украинского фронта продвинулись на 130 275 километров 28 октября Сталин приказал Малиновскому наступать на Будапешт Будапештская операция стала одной из самых продолжительных и трудных операций проводимых Малиновским в годы Великой Отечественной войны Начавшись 29 октября 1944 года операция была завершена только 13 февраля 1945 года Подвижные соединения фронта прорвав оборону противника вышли к столице Венгрии уже 2 ноября но сходу взять город так и не смогли К концу ноября войска Малиновского вышли к внешнему оборонительному обводу Будапешта с юга и юго-востока к началу декабря с севера и востока Затем при содействии войск 3-го украинского фронта к концу декабря оборона противника по внешнему обводу была прорвана с юго-западной стороны и 26 декабря будапештская группировка противника была полностью окружена На завершающем этапе операции войска 2-го и 3-го украинских фронтов полтора месяца отражали контрудары противника на внешнем фронте и ликвидировали окруженную группировку в столице Венгрии Немецкому командованию так и не удалось освободить находящуюся в окружении группировку и закрепиться на рубеже Дуная В ходе ожесточенных боев советские части разгромили 20 дивизий противника уничтожили и пленили до 190 тысяч солдат Затем войска Малиновского участвовали в Венской операции проходившей с 16 марта по 15 апреля 1945 года 26 апреля 1945 года маршал Малиновский был награжден орденом Победа Украина взятия Берлина остатки войск группы армии Центр продолжали оказывать упорное сопротивление в Чехословакии Для разгрома последнего очага сопротивления и освобождения Праги было решено провести пражскую операцию силами 1-го, 2-го и 4-го украинских фронтов. Операция проходила в период с 6 по 11 мая 1945 года. 9 мая в южное предместье Праги во второй половине дня с юга вступили части 2-го Украинского фронта. Подвижные соединения других фронтов наступали с севера и северо-запада. Война в Европе была завершена. Уже в июле 1945 года Родион Яковлевич назначается командующим войсками Забайкальского фронта, действовавшего на главном направлении Маньчжурской стратегической операции по разгрому Квантунской армии. Цель операции Забайкальского фронта состояла в том, чтобы разгромить японские войска в западной части Маньчжурии, отрезать им пути отхода в северный Китай и во взаимодействии с войсками 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов окружить и уничтожить главные силы Квантунской армии. Войска фронта должны были нанести главный удар в центре, с восточной части территории Монгольской Народной Республики, в направлении на Чанчунь, преодолеть хребет Большой Хинган и охватить с юга главные силы Квантунской армии. Наступление войск началось 9 августа 1945 года. Особенностью оперативного построения стало наличие в первом эшелоне танковой армии и конно-механизированной группы, которая продвигалась вперед в значительном отрыве от основных сил. Уже в первый день наступления они продвинулись на расстояние до 100, а через неделю до 800 километров вглубь территории, преодолев безводные степи, пустыню Гоби и горные хребты Большого Хингана. К 20 августа 6-я танковая армия вступила в Мукден и Чанчунь. Конно-механизированная группа отрезала Квантунскую армию от японских войск в северном Китае. Окруженная со всех сторон Квантунская армия была полностью разгромлена. В ходе операции советские войска захватили свыше 220 тысяч пленных, 480 танков, 500 самолетов и 860 орудий. Потери советских войск составили лишь 0,35% от первоначальной их численности. За высокое полководческое искусство, проявленное в ходе операции, Родиону Яковлевичу Малиновскому было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Малиновский занимал высокие командные должности. С 1945 по 1947 год командовал войсками Забайкальского военного округа. В 1947 году он был назначен главнокомандующим войсками Дальнего Востока, а с 1953 по 1956 год был командующим войсками Дальневосточного военного округа. В марте 1956 года он становится заместителем министра обороны и главнокомандующим сухопутными войсками. В октябре 1957 года он назначается министром обороны СССР. В день своего 60-летия Родион Яковлевич Малиновский за выдающиеся заслуги перед Родиной вторично был удостоен звания Героя Советского Союза. На посту министра обороны Малиновский оставался до конца жизни. Он внес большой вклад в развитие теории и истории военного искусства. Он написал десятки статей и был автором и редактором книг по вопросам военного строительства и по обобщению опыта Великой Отечественной войны. Скончался Родион Яковлевич Малиновский 31 марта 1967 года. Он был похоронен в Москве на Красной площади Кремлевской стене. Толбухин Федор Иванович. Годы жизни. 16 июня 1894-17 октября 1949 года. Маршал Советского Союза. Федор Иванович Толбухин родился 16 июня 1894 года в деревне Андроники Ярославской губернии в крестьянской семье. Семья была многодетной, поэтому отец Федора и его старший брат Александр почти все время находились на заработках в Петербург. Федор окончил сельскую церковно-приходскую школу, а затем земское училище. Когда ему исполнилось 13 лет, умер отец. Старший брат забирает Федора к себе в Петербург. Здесь его определили в торговую школу. Успешно закончив ее в конце 1910 года, Федор начал свою трудовую деятельность бухгалтером. Работа сочеталась с учебой. Это позволило ему в 1912 году экстерном сдать экзамен за полный курс Петербургского коммерческого училища. В 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну. И в декабре 1914 года Федора Толбухина призывают в армию. Он попал на Северо-Западный фронт рядовым мотоциклистом в штаб 6-й пехотной дивизии. По окончании ускоренного курса Аренейнбаумской офицерской школы в июле 1915 года его произвели в прапорщики и направили на Юго-Западный фронт во 2-й пограничный Заамурский полк 1-й Заамурской пехотной дивизии. Толбухин командовал сначала взводом, затем ротой и, наконец, батальоном этого полка. За время войны он дослужился до чина штабс-капитана и был награжден орденами святого Станислава и святой Анны. Толбухин пользовался большим доверием и уважением солдат, и после февраля 1917 года он был избран членом полкового комитета, в котором исполнял обязанности секретаря. В сентябре 1917 года Толбухин был направлен в 37-й запасной сибирский полк. В декабре 1917 года он был отпущен по болезни в двухмесячный отпуск и уехал на родину, где в марте 1918 года демобилизовался. В октябре 1918 года, после объявления мобилизации бывших офицеров, Толбухин был зачислен в кадры Красной армии. Более полугода он прослужил в военкомате, но в июне 1919 года подал прошение об отправке в действующую армию. Он был направлен в распоряжение штаба Западного фронта. В Смоленске его зачислили слушателем школы штабной службы при штабе Западного фронта. Затем он был назначен помощником начальника штаба по оперативной части, недавно сформированной 56-й стрелковой дивизии. Сражался на Западном фронте против белогвардейцев и участвовал в Советско-Польской войне. За личную храбрость в боях у Новогеоргиевской крепости, расположенной в 30 километрах от Варшавы, Толбухин был награжден орденом Красного знамени. После окончания гражданской войны Федор Иванович стал начальником штаба 56-й пехотной дивизии Петроградского военного округа. В 1926-27 и в 1929-30 годах Толбухин учился на курсах усовершенствования высшего командного состава. В 1934 году он оканчивает оперативный факультет военной академии имени Фрунзе. С февраля по сентябрь 1929 года в целях приобретения командирского стажа Федор Иванович командовал 167-м стрелковым полком в своей же дивизии. Только после этой стажировки он был назначен начальником штаба 1-го стрелкового корпуса, который дислоцировался в Новгороде, затем начальником штаба 19-го стрелкового корпуса, размещавшегося в Ленинграде. В сентябре 1937 года Толбухину назначают командиром 72-й стрелковой дивизии Киевского военного округа. Уже в июне следующего года его переводят на должность начальника штаба Закавказского военного округа. Под его руководством работа штаба сильно изменилась. Теперь внутриштабные занятия сочетались с выездами в войска, территориальные формирования округа переводились в кадровые. Толбухин лично проверял все важнейшие в военном отношении пограничные районы, состояние дорог, изучал горные перевалы и малодоступные тропы. Большое внимание Толбухин уделял организации управления войсками. За успехи в боевой подготовке в конце 1938 года Федору Ивановичу было присвоено звание комдива, а в июне 1941 года звание генерал-майор. В первые месяцы Великой Отечественной войны генерал-майор Толбухин назначается начальником штаба Закавказского фронта. Когда советское правительство приняло решение о вводе войск в северные районы Ирана, то благодаря умелой работе штаба, возглавляемого Толбухиным, была обеспечена полная скрытность осуществляемых мероприятий. Тщательно подготовленная операция была проведена внезапно для сопредельной стороны и без существенных потек. Немецкие армии стремительно продвигались по советской территории, и уже осенью 1941 года бои развернулись на подступах к Ростову и в Крыму. В конце года военным советом фронта была спланирована Керченско-Феодосийская десантная операция. В ее замысел входила высадка главных сил десанта непосредственно в порту Феодосии прямо с военных кораблей. План операции был разработан под руководством Толбухина. А сама операция прошла в период с 25 декабря 1941 по 2 января 1942 года и закончилась полным успехом. В конце января 1942 года в состав Закавказского фронта была передана 51-я армия, переправившаяся из Крыма на Таманский полуостров. В июль 1942 года Федор Иванович Толбухин получил назначение на должность командующего 57-й армией Сталинградского фронта. Его армия сыграла важную роль в битве за Сталинград. В оборонительный период сражения 57-я армия была развернута в междуречии Дона и Волги, преградив немцам подступы к городу на юго-западном направлении. Взаимодействуя с 64-й армией, против которой были направлены основные силы противника, соединение Толбухина остановили продвижение немецких частей в районе Абганерово-Плодовитое-Тингута. В августе 1942 года 4-я танковая немецкая армия генерала Готта, возобновив наступление, обрушила основной удар на 57-ю армию Толбухина. Свыше трех месяцев соединения армии вели тяжелые оборонительные бои, в ходе которых наиболее полно проявился полководческий талант командующего армией. Толбухину удавалось своевременно предугадывать замысел противника. Он умело маневрировал резервами, вовремя выдвигая их на направление главных ударов. Толбухин поражал подчиненных командиров и штабных офицеров своей организованностью, спокойствием, уверенностью в принимаемых решениях, высокой штабной культурой. Он всегда стремился нанести по противнику внезапный удар. В оборонительных боях немцам был причинен значительный урон, и все их попытки прорваться к городу терпели неудачу. На втором этапе сражения за Сталинград армия Толбухина вошла в состав ударной группировки войск Сталинградского фронта. В развернувшемся 19 ноября контрнаступлении 57-я армия сыграла решающую роль. Прорвав оборону противника, она соединилась 23 ноября в районе Хутора Советский с войсками Юго-Западного фронта. В последующем, войдя в состав Донского фронта в январе 1943 года, армия принимала активное участие в ликвидации 6-й немецкой полевой армии фельдмаршала Паулюса. За Сталинград Толбухин был отмечен орденом Суворова I степени, и ему было присвоено очередное звание генерал-лейтенанта. По окончании Сталинградской битвы в марте 1943 года Толбухин назначается командующим войсками Южного фронта, а 28 апреля ему присваивается звание генерал-полковника. Первой операцией в должности командующего фронтом для Толбухина стала операция по прорыву обороны противника на реке Меус. Немцы объявили Меус нерушимой границей Германии на востоке. Ее оборона начала создаваться еще в 1941 году, и все это время продолжало совершенствоваться. К лету 1943 года оборона достигала в глубину 40-50 километров и состояла из трех полос, на которых располагались минные и проволочные заграждения, мощные доты и дзоты. Отвлекая и сковывая силы противника от района Курска, войска Южного фронта под командованием Толбухина с 17 июля по 2 августа пытались прорвать немецкую оборону на реке Меус, но так и не смогли это сделать. Тщательно проанализировав действия войск при прорыве обороны, Толбухин через полмесяца снова начал наступательную операцию. По новому плану основной удар по немецкой обороне наносился в центре полосы силами 2-й гвардейской и 5-й ударной армии. Для развития успеха после прорыва обороны в сражение вводилась конно-механизированная группа, состоящая из 4-го механизированного и 4-го гвардейского кавалерийского корпусов. На направлении главного удара планировалось довести плотность огня до 200 орудий и минометов на 1 километр фронта. В дальнейшем войска Южного фронта в тесном взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта ликвидируют немецкие части на юге Донбасса, развивают наступление на Мелитополь в направлении Крыма и Низовье в Днепр. Донбассская наступательная операция советских войск началась 13 августа мощной артиллерийской подготовкой. К 22 сентября 1943 года она завершилась полным успехом. Федор Иванович Толбухин за успешные действия войск был произведен в генералы армии. Это стало третьим генеральским званием, полученным им менее чем за год. Затем последовал ряд других успешных наступательных операций. В результате Мелитопольской наступательной операции 26 сентября 5 ноября 1943 года Южный фронт, который с 20 октября был переименован в 4-й Украинский фронт, блокировал противников Крыму и вышел к Днепру в его нижнем течении. Войска 51-й армии при взаимодействии с 28-й армией к 13 октября сумели овладеть южной частью Мелитополя, а к 23 октября взят был и весь город. С 26 октября немецкие войска были вынуждены начать общее отступление. В ходе этой операции войсками 4-го Украинского фронта было полностью разгромлено 8 дивизий противника и еще 12 дивизий понесли большие потери. Была почти полностью очищена от неприятеля Северная Таврия и с суши блокирована немецкая группировка в Крыму. За Мелитопольскую операцию Толбухин был награжден орденом Ленина. Зимой 30 января 29 февраля 1944 года войска 4-го Украинского фронта при взаимодействии с 3-м Украинским фронтом ликвидировали немецкий плацдарм на левом берегу Днепра в районе Никополя. В ходе этой операции были освобождены важные промышленные центры юга Украины Кривой Рог и Никополь. 8 апреля 1944 года началась Крымская операция. Для ее проведения в район Крыма была переброшена 2-я гвардейская армия и сосредоточены большие силы артиллерии и бронетанковых войск. Войскам предстояло прорвать долговременную оборону противника, глубина которой составляла 35-40 километров. Операцию планировалось провести силами 4-го Украинского фронта отдельной Приморской армии при содействии Черноморского флота. План предусматривал нанесение одновременных ударов с севера и востока в общем направлении на Керчь. В течение пяти дней до начала операции артиллерия проводила мощный обстрел вражеских укреплений. А началу атаки предшествовала двухчасовая артиллерийская и авиационная подготовка. Основная роль в проведении операции отводилась 4-му Украинскому фронту. После кровопролитных боев 51-я армия, наступавшая с Сивашского плацдарма, уже 10 апреля сумела прорвать оборону противника. В прорыв Толбухин сразу же вводит 19-й танковый корпус, который на следующий день занимает Джанкой, важный стратегический пункт немецкой обороны. Опасаясь окружения, немецкое командование отводит войска на юг Крыма из Керченского полуострова, где наступала Приморская армия. Войска под командованием Толбухина, прорвав оборону 11-й немецкой армии на крымских перешейках, устремилась к Севастополю и 9-го мая освободили город. Чуть больше месяца понадобилось советским войскам, чтобы разгромить две немецкие армии. И к 12-му мая весь Крым был освобожден от немецких частей. Немцы потеряли в Крыму до 100 тысяч человек убитыми и пленными и всю боевую технику. После окончания Крымской операции Федор Иванович был назначен командующим войсками Третьего Украинского фронта, которым он командовал до самого конца войны. Одной из наиболее ярких операций, проведенной войсками фронта под командованием Толбухина, стала Яско-Кишиневская, 20-29 августа 1944 года. При разработке плана операции Толбухин предложил нанести главный удар с Кицканского плацдарма южнее города Бендеры. При успешном развитии и наступлении отсюда был самый короткий путь на соединение с войсками 2-го Украинского фронта. К тому же немцы вряд ли смогли бы предположить, что советское командование начнет наступление с такого крошечного плацдарма, всего 18 километров. По замыслу Толбухина, на плацдарме должны были сосредоточиться основные силы фронта, создав решающее превосходство над войсками противника. Затем мощным ударом прорывалась немецкая оборона и группировка противника разрывалась на две части. Прорыв, вводились механизированные соединения и, продвигаясь вперед, вступали во взаимодействие с частями 2-го Украинского фронта. В первый день операции войска ударной группировки прорвали главную полосу обороны противника и углубились во вражеские позиции на 12 километров. На следующий день советские войска разделили 6-ю немецкую и 3-ю румынскую армии и продвинулись вглубь до 30 километров. На третий день войска Толбухина соединились с частями 2-го Украинского фронта, завершив тем самым окружение немецких войск в районе Кишинева. Окружив и уничтожив в ходе Ясско-Кишиневской операции немецкую группу армий Южная Украина, 22 дивизии и румынские части, советские войска расчистили дорогу на Балканы. За искусное проведение операции указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 сентября 1944 года Федору Ивановичу Толбухину было присвоено звание маршала Советского Союза. Войска 3-го Украинского фронта вышли к границе с Болгарией, и уже 5 сентября Ставка ВГК утвердила план болгарской операции, предложенный штабом фронта. Через три дня советские части вступили на землю Болгарии, и за 10 дней вся территория страны была освобождена от немецких войск. Толбухин был награжден высшим орденом Болгарии за храбрость. 28 сентября 3-й Украинский фронт вместе с болгарской армией приступил к проведению Белградской операции. Она началась внезапным ударом войск по пограничным укреплениям противника, которые были практически сразу же прорваны. Затем, преодолев восточно-сербские горы, войска вышли к реке Морави. 10 октября 57-я армия 3-го Украинского фронта форсировала реку и продолжила наступление к Белграду. Столица Югославии была освобождена совместными действиями советских и югославских войск. Освобождение Белграда оказало влияние на дальнейший ход войны. Немецкие части стали быстро покидать другие районы страны и даже Грецию, боясь быть отрезанными от территории Германии. После освобождения Белграда войска Толбухина были перегруппированы в район южнее Будапешта и 20 декабря включились совместно с войсками 2-го Украинского фронта в проведение Будапештской операции. Наступление войск Толбухина привело к окружению противника в районе венгерской столицы, которая была взята 13 февраля 1945 года. Взятие Будапешта открыло войскам Толбухина путь на Вену и к южным районам Германии. Чтобы сдержать стремительное наступление войск 3-го Украинского фронта, немецкое командование предприняло еще одно крупное контрнаступление в районе озера Болотон. С этой целью в этот район из Бельгии и Франции была переброшена 6-я танковая армия СС. Против войск 3-го Украинского фронта противник сосредоточил 31 дивизию, в том числе 11 танковых, 1 моторизованную бригаду и 4 бригады штурмовых орудий. Немецкие войска с воздуха поддерживали 850 самолетов. Войска Толбухина по приказу Ставки перешли к обороне с целью измотать противника предварительными боями и нанести ему как можно больший урон. Оборона была построена в два эшелона и занимала в глубину 25-30 километров. В ходе 9-дневной Болотонской оборонительной операции с 6 по 15 марта войска 3-го Украинского фронта не только отразили вражеское наступление, но и сумели сохранить силы для контрнаступления на немецкие части, расположенные на территории Австрии. Так 9-е и 4-е гвардейские армии даже не были задействованы в Болотонской операции и именно им предстояло стать ударной группировкой в предстоящем наступлении. 16 марта они двинулись вперед и взаимодействуя со 2-м Украинским фронтом овладели западными районами Венгрии. После небольшой перегруппировки сил войска двинулись на Вену и уже 13 апреля заняли столицу Австрии. В ходе боев за австрийскую столицу и на ее подступах советские войска разгромили 11 танковых дивизий, уничтожили или захватили около 1500 танков и самоходных орудий, взяли в плен более 130 тысяч солдат и офицеров противника. Боевой путь Третьего Украинского фронта завершился в предгорьях Альп. 26 апреля указом Президиума Верховного Совета СССР Федор Иванович Толбухин был награжден Высшим Военным Орденом Победа. После окончания войны маршал Толбухин командовал Южной Группой Советских войск. При этом он занимал должность председателя союзной контрольной комиссии в Болгарии и Румынии. В январе 1947 года он был назначен командующим войсками Закавказского военного округа. Однако напряженная деятельность и прошедшая война подорвали здоровье маршала. Федор Иванович Толбухин умер 17 октября 1949 года на 56 году жизни. Прах его был захоронен на Красной площади в Кремлевской стене. 7 мая 1965 года в канун 20-летия Победы над фашистской Германией маршалу Советского Союза Федору Ивановичу Толбухину было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. Чуйков Василий Иванович Годы жизни 12 февраля 1900-го 18 марта 1982 года Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков родился в селе Серебряные пруды Тульской губернии в бедной крестьянской семье. Окончил 4 класса церковно-приходской школы и в 12 лет пошел на заработки в Петербург. Устроился учеником в шорную мастерскую Савельева по изготовлению шпор для кавалеристов. Февральскую революцию встретил среди бастующих. Чуйков ушел на флот, где служили три его брата. Он стал юнгой отряда минеров в Кронштадте. В октябре 1917 года Чуйков записался в красногвардейский отряд по охране железной дороги Москва-Саратов. Весной 1918 года Чуйков приехал в Москву и стал курсантом военно-инструкторских курсов командиров Красной Армии, располагавшихся в бывшем Алексеевском юнкерском училище в Лефортово. Прослушав курс, Чуйков был направлен на практику на Южный фронт помощником командира роты и в течение месяца принимал участие в боях с белогвардейцами. Затем он возвращается в Москву для сдачи экзаменов. После экзаменов Чуйков получил назначение в Приволжский военный округ в 40-й стрелковый полк, расположенный в Казани, на должность помощника командира полка по строевой части. Полк был направлен на Восточный фронт в 28-ю стрелковую дивизию. В апреле 1919 командир полка был отправлен в госпиталь и 19-летнему Василию Чуйкову было поручено исполнять его обязанности. Позднее его утвердили в этой должности. В июле 1919 года 40-й полк был переименован в 43-й и передан в 5-ю стрелковую дивизию. Вместе с полком Чуйков участвовал в освобождении от белогвардейцев Екатеринбурга и Челябинска. В дальнейшем полк был переведен на Западный фронт, где и оставался до окончания Гражданской войны. Храбрость и успешное руководство Чуйкову полком во время войны были отмечены двумя орденами Красного Знамени, именным оружием и часами. Война закончилась, но Василий Иванович решает остаться в рядах армии. В 1922 году он был направлен на учебу в Академию имени Фрунзе. Окончив ее в 1925 году, Чуйков возвращается в свою дивизию. Через год он снова продолжил учебу в Академии, но на Восточном факультете. В 1927 году он направляется в Китай в качестве военного советника. В 1929 году Чуйков становится начальником отдела в штабе особой Дальневосточной армии и его как знающего китайский язык прикомандировали к разведотделу штаба армии во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге. В Хабаровске Чуйков оставался до 1932 года. В 1932 году Василий Иванович возглавил курсы усовершенствования начсостава, а через три года его направляют учиться на академические годичные курсы при Академии механизации и моторизации РКК. Он постепенно продвигается по службе, командует сначала бригадой, а затем корпусом. В кампании 1939 года Чуйков уже командует Бобруйской армейской группой войск. Во время Советско-финляндской войны Чуйков командующий 9-й армией, занимавший фронт большой протяженности. По окончании войны с Финляндией Чуйков был направлен в Китай на должность военного атташе. В Китае Василий Иванович оставался до марта 1942 года. Возвратившись в Москву, он получил под командование 1-ю резервную армию, которая была еще в стадии формирования. В мае того же года она была переименована в 64-ю армию и отправлена на Сталинградское направление. Василий Иванович оставался командующим этой армией до августа 1942 года. В связи с прорывом немцев к Сталинграду Чуйкова назначают командующим 62-й армией, перед которой стояла задача обороны города. Именно здесь наиболее полно раскрылся полководческий талант Чуйкова. В самые критические периоды защиты Сталинграда его войска не только выстояли в непрерывных боях, но и приняли самое активное участие при разгроме немецких войск на завершающем этапе Сталинградского сражения. За успешные действия в ходе разгрома противника 62-я армия в апреле 1943 года была переименована в 8-ю гвардейскую армию. В дальнейшем в составе Южного, Юго-Западного и Третьего Украинского фронтов армия принимала участие при форсировании Днепра и штурме Запорожья в Висло-Одерской операции. Командующий армией Василий Иванович Чуйков 19 марта 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза. В связи с ликвидацией немецкой группировки в Крыму войска Южных фронтов были выведены в резерв Ставки и 8-я гвардейская армия вошла в состав 1-го Белорусского фронта. На завершающем этапе войны во время штурма Берлина она находилась на направлении главного удара сражалась на Зиеловских высотах. 6-го апреля 1945 года за героизм и отвагу командующий 8-й гвардейской армией генерал Чуйков вторично был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны Чуйков назначается на должность заместителя главнокомандующего группой советских войск в Германии, а с марта 1949 года он становится главнокомандующим группой. В это же время ему было присвоено воинское звание генерала армии. на родину он возвращается в 1953 году и становится командующим войсками Киевского военного округа. В 1955 году Чуйкову было присвоено воинское звание маршала Советского Союза. В апреле 1960 года маршала Чуйкова назначают главнокомандующим сухопутными войсками и заместителем министра обороны СССР. На этой должности Василий Иванович оставался до 1964 года. С 1964 по 1972 год Чуйков занимает должность начальника гражданской обороны СССР. В 1972 году он переходит в группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. До конца жизни Чуйков занимался литературной работой, оставив воспоминания о войне. Среди них 180 дней в огне сражений, гвардейцы Сталинграда идут на запад, конец Третьего рейха сражение века. Его военная деятельность была высоко оценена и среди наград Василия Ивановича Чуйкова были 8 орденов Ленина, орден Октябрьской революции, 4 ордена Красного Знамени, 3 ордена Суворова 1 степени, орден Красной Звезды, множество медалей и почетное оружие. Он скончался в 1982 году и по завещанию был похоронен в Волгограде на Мамаевом Кургане вместе с однополчанами 62-й армии, погибшими в боях за этот город во время Великой Отечественной войны. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом Союз и издательством покидышев и сыновья. Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством.